Кем называется профсоюзное движение в России? Большой ценой путем поражений, разгромов, каких-то небольших успехов и всего остального. Значит, у меня тут по планам, краткая информация по поводу, какие существуют профсоюзные объединения в России, это достаточно скучный такой вопрос. В общем-то, если так говорить кратко, есть конфедерация труда России, которая является независимым профцентром на данный момент вторым по численности в Российской Федерации после ФНБР. Вторым может быть по численности, и численность на самом деле не очень большая, но при этом это все-таки попытка таких построений более-менее новых профсоюзов, более-менее демократических. Про ФНБР, я думаю, много говорить тоже не стоит. Это, в общем-то, структура, которая возникла на базе ВЦСПС, и которая, с одной стороны, действует в абсолютно новых условиях, условиях капитализма, но при этом сохранилась стиль работы ВЦСПС, которая являлась, ну, ее профсоюзом назвать, в общем-то, сложно, потому что это была такая некая, по факту, государственная структура по распределению, с одной стороны, социальных каких-то благ и гарантий, с другой стороны, по факту, некий государственный туроператор и еще некий такой орган государственный, опять же, по надзору за соблюдением законодательственного предприятия. То есть, вот что такое было в ВЦСПС. ФНБР, в совершенно иных условиях, пытается, ну, в какой-то степени, воспроизводить эту практику, не имея на то ни ресурсов, ни возможностей, ни рычагов. Знаете, получается как-то очень все смешно. Ну, это мы более подробно потом поговорим о том, какие вообще типы профсоюзов есть. Ну, в общем, ну, каковы желания подробно, там, изучить в Википедии достаточно все подробно расписано. Я думаю, на этом вопросе особо останавливаться не стоит. Если что, в конце мы можем, вот уже в форме вопросов-ответов, это обсудить. Вот, следующий вопрос, он достаточно интересен. Это как раз, и он, в общем-то, является ключевым. О том, что, в общем-то, какие принципы деятельности профсоюзов вообще что-то такое. Это вопрос, на самом деле, очень важный. Потому что профсоюз бывает разный, точнее, те организации, которые называются профсоюзами, они бывают разные. Есть так называемые сервисные профсоюзы. Они представляют из себя что? Это некое сообщество, организация, основная цель которого – обеспечение членам этой организации за некую плату, ну, обеспечение некой услуги. Это может быть какие-то разновидности потребок операций, когда, знаете, дискорбинные там карты, которые выдают для большого количества клиентов. Профсоюз выступает таким большим количеством клиентов, за счет этого у них там вот эти карты с большими скидками. Либо это некая юридическая такая помощь. То есть, есть вот за счет того, что все платят взнос, некое такое страхование. Да, есть юрист, который живет за счет этих взносов, если у кого-то что-то случается, он может им бесплатно пользоваться. Это какие-то вот иные виды страхования, в том числе порой пенсионов. Но если рассматривать такую организацию с точки зрения глобальных задач, которые стояли и стоят и будут стоять перед профсоюзами организации с момента их появления первых профсоюзов и до современного момента, то, естественно, они тут, в общем-то, бесполезны. Следующие так называемые корпоративные профсоюзы или желтые профсоюзы. Это профсоюзы, которые создаются работодателям для того, чтобы создать дополнительные инструменты контроля за работниками. Для того, чтобы, ну, в общем-то, дезориентировать работников, потому что люди слышали что-то про профсоюз, вроде как профсоюз хорошая вещь, они говорят, пожалуйста, ребята, вот вам возглавляемая там директором по персоналу, отличная структура, вы сюда можете вступить, и будут у вас путевки и подарки на Новый год оплачены за счет ваших собственных средств. Вот. Причем надо отметить, что подобные профсоюзы, которые строят свою деятельность, мотивируя работников наступления за счет наставления неких благ, в современных условиях это некое такое надувательство. Апелляция здесь в период СССР, она абсолютно неадекватна. По той простой причине, что по законодательству СССР было предусмотрено даже на уровне Кодекса заходов по труде выделение части выручки предприятия по профсоюзам. Плюс, опять же, это было некой оператор по распределению неких государственных благ, какие-то там квартиры, распределение квартир, детских садиков и так далее, и тому подобное. Путевки в санаторий, которые, опять же, были отданы в распоряжении в структуре ВЦСПС. Сейчас этого ничего нет. Ну, конечно, некая собственность сохраняется, но в основном эта собственность, она служит для, скажем так, кормления верхушки ФНПР. Ну, собственно говоря, источников финансирования, источников средств у сольных организаций, кроме сбора взносов, у них источников нет. Но получается, если бы организация собирала бы взносов больше, чем давала бы какой-то халявы, то эта организация, она в первом месяце разорилась и вылетела в трубу. Поэтому всегда работники платят взносов больше, чем получают халяву. С точки зрения вот этой логики, подобные системы, они не действуют. И теперь самое главное и важное представление о профсоюзе и типе профсоюза, так называемый организм профсоюза. Это профсоюз, который построен по принципу участия его рядовых членов в совместной деятельности, для того, чтобы через коллективные действия оказать давление на работодателя и добиться от него выполнения каких-то своих условий. И здесь ключевым является что? Ключевым является коллективное участие рядовых членов. Потому что перед условиями капитализма, перед трудящимися, стоит проблема. То, что, безусловно, класс капиталистов заинтересован в получении максимальной прибыли. Это их цель. Это их смысл, их организация любого бизнеса. Поэтому, естественно, он старается всячески увеличить эту свою прибыль. За счет чего она увеличивается? Она увеличивается, в первую очередь, за счет увеличения степени эксплуатации. И если работники не способны никаким образом этому противостоять, то нет той границы, до какой работодатель не шел бы на этом пути. Соответственно, отсюда что вытекает? Отсюда вытекают низкие зарплаты, Отсюда вытекают условия труда, опасные, вредные. Почему зачем тратиться на какие-то меры по обеспечению безопасной рабочей мести? На различные очистительные фильтры, на различные дополнительные устройства, спецодежды и так далее, если можно не тратиться. Если эти деньги можно положить в карман. Эта логика, в общем-то, проста. С другой стороны, отсюда следует бесправие. Почему? Потому что очень выгодно заставить работника работать за те же деньги, во-первых, больше, во-вторых, выполнять ту работу и ту функцию, которую не предусмотрено в данном договоре. Зачем нанимать еще уборщицу, например, в цеху, если можно рабочего заставить после своего рабочего времени еще подмести полы, убрать где-то в подсобных помещениях. Здесь логика абсолютно понятна. Или заставить работать людей сверхурочно, без дополнительной оплаты. И возникает вопрос только один, как этому противостоять. Понятно, что отдельный работник, он слабый без помощи перед лицом работодателей. Ну, потому что он ученый на стороне как бы боссов. В том числе, если мы говорим о таком методе воздействия на начальников, какой-то очень культивировался в среде, в том числе, так называемых, независимых профсоюзов в России, это метод жалоб, различных обращений, судов, сучажничества и так далее и тому подобное. Так вот, надо понимать, что на этом поле каждый отдельный работник, он слабее работодателем. Если мы возьмем даже, ну, понятно, вот про все остальные сферы, я думаю, понятно, то, что у работника нету достаточного количества денег, чтобы как-то ему противостоять. Работник, он зависим от работодателя, в том числе административного. У того, есть рычаги для него воздействия, административный, хотя может его там лишить премию, ворить и так далее и тому подобное. Но даже если мы возьмем тот орган, которым нас постоянно отсылают и власти, и всякие различные правозащитники, как суд, то здесь тоже особо шансов нет. Почему? Потому что даже если мы рассмотрим идеальный случай о том, что суды у нас там не подкупные, что сами понимаете, условия такие очень сложные, если мы даже предположим, что нет некого телефонного права, к которому там звонят председатели суда и, в общем-то, объясняют политику на данный момент отношения данных людей. Даже если мы это все отнимем, даже если предположим, что судья честный и административный, все равно кто знает, как работает суд, суд работает с доказательствами. То есть, грубо говоря, там моральная, эмоциональная и прочая сторона дела, она роли не играет. На одной из чаши весов одни доказательства, на другой чаши весов другие. У работодателя всегда подавляющее преимущество в плане предоставления доказательств. Даже если мы не говорим о том, что не подавляющее преимущество в плане обеспечения грамотной юридической поддержки, сопровождения. Вы представляете, любой работник, который работает на предприятии, если что-то происходит на рабочем месте, основными свидетелями кто является? Являются такие же работники сотрудников, которые, в свою очередь, зависимы от работодателя. Они зависимы от него административно, зависим от материаля и так далее. Какой здравомышленный человек пойдет в суде давать показания против своего госса, понимая, что за этим следует, если этого лично не касается? Вот. Дальше, и потом дальше, что касается документов. Вот работнику, если работодатель не захочет выдавать какую-то бумагу, работник будет кругами бегать, писать заявление, чтобы ему выдали какой-то документ. А его просто не будут выдавать, и все, и отписки доделать. С другой стороны, у работодателя есть, пожалуйста, целая канцелярия. Ставь что хочешь, другую печать. В свое время меня уволили с предприятия, во-вторых, меня там до несколько раз пытались уволить, потому что я был простым активистом. Они сделали примерно следующее. Они сделали два приказа о простое. Вот. С одним знакомили меня и моего заместителя. С одним вариантом. И расписывался на отдельном листке. Я там ознакомлен с приказом номер таким-то. Мы там расписались, потому что законодательство не ограничено. Так можно делать законодательство. на один в листке это делать. Вот. Нам сказали, вот смотрите, у вас это, две недели у вас простой. Мы говорим, дайте нам копию приказа. Они говорят, окей, пишите заявление, в течение трех рабочих дней мы вас на него направим. Не дали. Потом приходим через две недели, писали заявление, сдали. Приходим через две недели, говорят, ребята, вы неделю прогуляли, у вас неделя была простой. Вот, пожалуйста, приказ. И несмотря на то, что там были конкретные косяки, то, что охрана там нас не пускала, это было зафиксировано, тот период, когда мы якобы прогуляли, и мы приходили на завод, мы не было решать проблемы. Суд к этому отнесся абсолютно однозначно, и никто нас не восстановил. Так, к примеру. Третий момент – это сбор информации. Работодатель может повесить на рабочем местном камеру и следить за каждым шагом. Причем он будет предоставлять суд, потому что ему выгодно. Где невыгодно, скажем, ой, знаете, у нас по правилам информация хранится перед ним. А дальше стирается. Все. К сожалению, мы и рады бы предоставить информацию с камерами, а вот все, нет уже. А работник, если он там на телефон что-то сфотографирует, могут наказать за нарушение правил интеллектуального порядка. Потому что постоянно все они везде там правят и стараются пропихнуть туда всякие эти тезисы. Вот. То есть вот реально у современного трудящихся, что в России, что в общем-то абсолютно аналогичная ситуация, она в общем-то из-за рубежа. Она мало чем отличается. Поэтому вот таких вот реальных рычагов воздействия и защиты своих интересов и прав, опять же, я всегда делаю разницу. И это всегда надо подчеркать между правами и интересами. Потому что что такое права? Права – это тот минимум, который прописывается в бумаге под названием Трудовой кодекс. Ну, если так убрать, то вот права, вот нельзя платить с меньшим ротом. То есть там меньше, грубо говоря, я не помню точно, сколько он сейчас есть. Ну, грубо говоря, меньше 7 тысяч нельзя платить на нарушение прав, а больше можно. То есть то 7, что заплатил, уже хорошо. Но возникает вопрос, готовы ли нам работать за 7 тысяч? Устраивать у нас такое положение? И вот здесь мы уже входим в сферу наших интересов. Так вот, наши интересы никакими законодательными путями не защитить, никакими жалобами, ничем. И все попытки говорить, а как же мы будем на такие деньги жить, на них все отвечают. Законодательство Российской Федерации не нарушено. И если с правами еще как-то там можно какой-то шанс жалоба свои есть, то с интересами вообще просто до свидания, просто никак. Как было, если говорить про Volkswagen, как там была эта 33-я рабочая неделя. В общем-то, когда неделя простоя, неделя простоя, работодатель в следующем разу распределил, то есть эту неделю оплатил, то есть оклад в этом месяце получили все люди, как получили раньше. Но потом на выходные дополнительно установили смены, вот эти вот, без дополнительной доплаты. То есть просто перекинули. С точки зрения закона это было законно, можно было так делать. При суммированном учете рабочего времени никакого нарушения нет. Но рабочих это очень сильно не устроило. И решить эту проблему никакими путями, вот в плане связанных с юридическим сопровождением, они не могут. Так вот, возвращаемся плавно к тому, собственно, что такое организмный союз. Вот, отдельный работник слабый без помощи, как мы уже посмотрели. А что делать, выбирать что ли? Но у работодателя все-таки есть одна проблема. Проблема заключается в том, что именно работники являются теми людьми, которые создают вот все те материальные блага, материальные или нематериальные блага, это может быть какой-то продукт, в том числе и научные деятельности, которые приносят ему вообще любой доход. То есть любое предприятие, любое контор, оно живет за счет труда наемных работников. И без них вообще ничего не работает. Все, там, каранты. Даже если работодатель там берет кредит, равно отдавая этот кредит, он берет, собственно говоря, его с прибавочной стоимости, из того труда, из продажи того труда, который создают эти самые люди. Вот. Оборудование все покупается из этих денег, так или иначе. То есть вот это основа жизни любого предприятия. Поэтому, если люди начинают, ну, которые, на самом деле, они достаточно важные люди, они очень важные люди, но они важны не каждой по отдельности, а важны как коллектив. Чтоб нельзя было их заменить, чтобы нельзя было как-то там, как-то иначе все это организовать. Вот. И для того, чтобы это стало возможным, для того, чтобы можно было наработать таким образом, надавить, очень важны коллективные действия этих людей, чтобы они действовали по единому плану, имея какую-то общую стратегию. Причем сейчас уже очень сложно добиться квадратных в рамках отдельного предприятия, когда есть транснациональные корпорации. Поэтому сейчас мировые профсоюзные центры, они организуют именно полноценную кампанию. Когда это является спланированным последовательством действий, не отдельно взятого, предприятие на отдельном взятом, точнее, профсоюзе на отдельном взятом предприятии, а всего профсоюза в целом. Чтобы нельзя было перекинуть ту работу на другое предприятие, чтобы нельзя было как-то там обойти в эту забастовку. Для этого целое стратегическое исследование проводится, чтобы понять, где слабые места, понять, как это все строить. Это вообще отдельная история, отдельная тема. Но главное здесь что? В том, что профсоюз, исходя из вот этих назначений, это та организация, которая позволяет большому количеству работников действовать как единое целое, по единому плану, иметь для этого необходимый ресурс, быть для этого подготовленным, в том числе требуется обучение, потому что в современных условиях уже вот так вот, знаете, на ура, уже не прокатывает. То есть вот эти стихийные забастовки, они не работают. И они громятся на раз-два. Они работали там в начале 90-х, сейчас это уже не получается. Здесь тоже, как в любой борьбе, как в любой войне, с обоих сторон идет соревнование, в том числе интеллекта, в том числе и подготовки. И, собственно говоря, вот для этого нужно догадать такой профсоюз. И он предусматривает именно участие рядовых членов. И эти профсоюзы, они не могут быть недемократическими. Почему? Потому что демократия – это не некий густой звук. Принятие решений, принятие решений членов профсоюза – это залог того, что они будут действовать. Потому что у нас нету, в общем-то, способов заставить человека, заставить членов профсоюза, выполнять что-то, идти на забастовку или еще какие-то действия производить. Мы не можем платить ему за это зарплату. Потому что роботодатель денег всегда больше в этом плане. Он ему больше заплатит. Мы не можем за какими-то административными рычагами на него воздействовать, потому что у нас нет этих рычагов. Единственный наш ресурс, единственная мотивация – это понимание, что это действительно важное и нужное дело для него в первую очередь. И то, что по-другому никак. И то, что это его война и это его решение. Но что это состоялось, человек должен участвовать в процессе обсуждений и в процессе принятия решений. Потому что если решение принимали кто-то за его спиной, и он не знает, почему оно стало таким, то какая можно противаться? Это типа, это вы там нарешали, это ваша война. Как частенько. К чтению профсоюза объявляют пикет, на него приходят 3,5 коллег. Почему он делает? Потому что эти решения о проведении пикета проводились не на уровне коллектива, не на уровне людей, а на уровне лидеров. А люди как бы не в курсе. Если бы они сами это планировали, сами проводили, сами понимали необходимость, они бы по-другому к этому относились. Вот. Но это, собственно говоря, что такое органайзивные профсоюзы. И для нас, например, это на данный момент очень актуальное такое явление, и мы пытаемся это развивать. Ну, лично я могу сказать еще, как левый активист, почему для меня, например, это важно. Потому что органайзивный профсоюз это некая школа, это организационная школа. В современный рабочий класс это огромное количество абсолютно атомизированных людей, которые не воспринимаются как субъект. которые считают, что, ну, как-то, знаете, законные работодатели это что-то там сродни погодным условиям. Там, дождь, ветер, что-то еще. Мы же не можем повлиять на дождь или на ветер. То есть, точно так же и здесь. Я маленький человек, что я могу сделать? Вот. С другой стороны, это такой очень сильный патернализм. То есть, такая надежда на то, что кто-то должен за него прийти и решить эти проблемы. Бог, царь, герой, депутат, президент, кто угодно, но только не он сам. Как нам говорят, вот вождя у нас нету, поэтому все так плохо. Был бы вождь, вот бы все. Сразу бы у нас поперло. Вот. И это очень распространено. Мы с этим сталкиваемся постоянно. Причем, что интересно, это общая проблема вообще страны СНГ. Потому что мне приходилось вести семинары для БГДП, Белорусского конгресса и демократических профсоюзов. Приходилось вести, ну, в том числе, совместные занятия с украинскими профсоюзами у нас было. Недавно как раз я вел семинары для конфедерации независимых профсоюзов Республики Казахстан. Это ту самую конфедерацию, которую сейчас запретили и двух лидеров, которые буквально тут недавно приговорили тюремным сроком. В том числе, точнее, одного из них приговорили конкретно по статье за призыв к незаконной забастовке. То есть Казахстан на этом плане вообще просто трэш такой жесткий. Но везде присутствуют вот так или иначе вот эти вот ну что ли, шаговые травмы, что ли. Это вот этот патернализм, надежда на то, что кто-то должен прийти и отношение членов профсоюза к профсоюзу. Как что, вот вы профсоюз, вы решайте. То есть у вас принимается профсоюз, это не мы, а это вот тот чувак, который сидит в кабинете, на котором написано профсоюз. Ну или активист, который бегает в цеху. Вот. Пока такое вот понимание есть, пока такое сознание присутствует, сделать ничего не сможет. И профсоюз во многом это первая такая организация, где люди учатся делать что-то сообща, учатся совместному принятию решений, учатся коллективной ответственности, учатся выработке какой-то своей стратегии, каких-то своих планов. И это отличный еще опыт классовой борьбы. Когда ты начинаешь заниматься, ты не просто как-то по книгам, или это кто-то тебе сказал, ты видишь воочию, с кем ты имеешь дело. Ты видишь вот это все лицемерие, ложь, видишь, как на самом деле, что скрывается с этими улыбками боссов, когда они там говорят про ответственных работодателей и так далее. И это очень важная школа. Школа для чего-то большего. Чтобы человек начал воздействовать на окружающую реальность, чтобы ее изменить, он должен с чего-то начинать. Он должен где-то получить первый опыт и практику. потому что окружающий нас мир мы не сможем изменить, если это не будут делать сами люди. Потому что никто этого не сделает. Есть некая иллюзия о том, что если какие-то бумажки втихаря опущенные в какие-то правильные ящики с правильными крестиками без участия вот этих людей, которые их опустили, на что-то могут повлиять. Но это очевидная иллюзия. Это завод, ну, любое предприятие на самом деле, это, знаете, в микро таком масштабе тоже такое государство. Государство просто взятое в таком уменьшенном виде. И там все это тоже заметно. Там периодически проходят всякие выборы СТК, вроде как выборы, все голосуют. А что толку? Если за этим СТК не стоят работники, которые готовы остановить производство, в случае чего, этим СТК никто не считается. Работать лишь не захочет, даже помещение не достает, чтобы собраться. он всегда может выборы аннулировать, как захочет. Это СТК будет делать только то, что не решает работодателю. Собственно говоря, аналогия это абсолютно такая же государство. Это я в общем-то почему это важно, какая актуальность и какова актуальность например для левых активистов. С этого начинается школа. Для России это явление достаточно новое, потому что так исторически это сложилось, что у нас были фельдберовская структура, где это сочетание какого-то корпоративного желтого сервиса и некого надувательства, связанного путевками и подарками. С другой стороны были независимые профсоюзы, которые к сожалению во многом занимались правозащитой и таким сервисом, с жалобами, с вечным ноем, плачем и обращением государственной органой. Часто слышу, а почему нас не пускают коллективные переговоры? Вот этот профсоюз пускает, а нас не пускают. Часто на различных профсоюзных конференциях приходится такое слышать. Я всегда говорю, не пускают, остановите производство, пусть говорят, а мы не можем какого-то, люди боятся, но боятся, значит, недостойны участвовать в этих переговорах. Все определяется отношением сил. Никогда никто не будет считаться со слабыми. Сильным зачем вести переговоры со слабыми? Имитацию можно такую делать. Иногда сильные бывают вообще грубые, жесткие, как некоторые российские работодатели, а иногда бывают европейские. Суть меняется. Эти просто скажут, у вас тут не стояло, а эти скажут, социальный процесс, диалог, все дела, буду тянуть резину, а это будет тот же самый. Потому что иллюзия думать, что европейские уровни жизни среди трудящихся это следствие какого-то особого европейского менталитета этих менеджеров и управляющих, хозяев, всего остального. Мы прекрасно видим, что делают вот этих же самых менеджеров, вот этих самых корпораций, они делают в России или странах третьего мира. Просто есть одна небольшая разница. Просто за то, что здесь позволяют себе эти менеджеры, в Европе и местные рабочие за это гласно натянут этим словом. За это будет очень больно. поэтому они от этого отстраняются и так не делают не потому, что они такие хорошие и добрые, а потому, что они знают, что за это придется платить. Платить вот этой войной, платить ущербом и так далее и тому подобное. И только это их останавливает. Но, тем не менее, в России все-таки понемножку это начинает складываться, и конфедерация сейчас очень большой и конфедерация труда очень большое внимание уделяет в том числе профсоюзному обучению именно в плане органайзинного мышления. И в плане, знаете, еще такая тоже есть проблема человек-профсоюз, когда вот есть какой-то лидер, который бегает безо всех решает проблему. Это тоже очень вредно имеет. Не надо решать проблему людей за них самих. Чем часто грешат и профсоюзный и активист. Это очень вредно. Потому что человек должен понимать, что у него есть другая альтернатива, кроме как самому в чем-то участвовать. Потому что, к сожалению, любой нормальный человек, он мыслит примерно следующей категории, что он хочет, чтобы у него все было, и для этого ничего не делает. То есть типа пути наименьше сопротивления. И он ничего не будет делать, пока у него есть иллюзия, пока у него есть надежда, что оно как-то так сработает. Найти кого-то, кто придет, это поможет. Но никто не придет и не поможет. Потому что мы должны понимать, вот в чем наш единственный ресурс. Наш единственный ресурс коллективных действий. У нас никогда не будет столько денег, как у боссов. Ужасные партии и капиталисты они решают свои проблемы и предъявляют свои интересы и цели за счет другого. Они предъявляют за счет своего саккумулированного материального ресурса, за счет капитала, за счет купленной на этот капитал нужных связей, пролоббированных тех или иных политических деятелей и чиновников. На этом поле мы не можем с ними тегаться. Наше поле оно вот здесь. Но чтобы наше поле заработало, должны быть люди быть активными, участвовать. Вот как-то так. Следующий вопрос, который предусмотрен в плане. Но опять же, здесь вопрос достаточно такой скучный. Какие существуют такие основные международные профсоюзные структуры? С одной стороны, существует на данный момент я говорю о Крупе. Там было за время существования профсоюзных этих объединений с начала 20 века там много всевозможных расколов, и так далее. Я в это вдаваться не буду. Кому это интересно, но это можно всегда опять же в Википедии. Я специально проверил, там все очень подробно и четко расписано. Я просто расскажу, какие они сейчас есть. Есть, в общем, два крупных профцентра международных. это с одной стороны международные конфедерации профсоюзов, МКП так называемые, с другой стороны, это Всемирная Федерация профсоюзов. Если МКП, ну, исторически она складывалась из двух частей, вот, одна из частей это бывшая окон Всемирной Федерации профсоюзов, которые были исторически как бы там поддерживались СССР и страны Восточного блока, и это были профсоюзы, которые ориентировались так или иначе на компартии региональные. После войны, там, в 49-м году, точнее, это тоже, в общем-то, Всемирная Федерация профсоюзов тоже, в общем-то, после войны так вот оформилась. Но, спустя несколько лет, там, произошел некий раскол, ряд профсоюзов, которые, в общем-то, стояли на около социал-демократических позициях, и там это условно было поддержкой или не поддержкой плана маршала, в Европе. В общем, они откололись и какое-то время считывали отдельно, и потом там еще соединились еще с рядом профобъединений, и получилось вот то, что сейчас называется МКП. Конечно, лицо ее и изменилось за это время. Если раньше это был один из ключевых моментов, это как раз своего рода несогласие с этим прокоммунистическим профсоюзом, то сейчас, в общем-то, все это сгладилось. С другой стороны, Всемирная Федерация профсоюзов, она здорово не доизменилась. Такие ключевые в общем-то европейские профсоюзы, как ВКТ, французская и итальянская у них, это конфедерация, вот, они оттуда вышли, перешли в МКП, а базу этих профсоюзов составляют профсоюзы типа профсоюзов Кьетнама, типа профсоюзов Китая, и тот профсоюз Китая, там еще так просто. Ну, то есть, такие вот формальные государственные профсоюзы. Из достаточно таких сильных и более-менее демократических профсоюзов, в составе ВФРП, можно назвать это греческие профсоюзы и ЮАР. То есть, вот это две таких достаточно сильных два таких сильных профсоюзных центра, две таких региональных. Ну, в общем-то, на самом деле, в данном данном случае, от подлежности к той или иной конфедерации особо от роли мало, важно то, как люди на местах реагируют, как они действуют. Понятно, что профсоюз сама по себе структура реформистская и, в общем-то, ждать от паровоза то, что он полетит по нему как самолет, ну, собственно говоря, не стоит. Но организация тем не менее координации вот этой вот обмена информацией и опытом и борьбы на местах, пусть даже самый такой вот минимальный, это тоже в общем-то важно. И тем более сейчас в условиях глобализации и в условиях развития транснационального капитала, когда уже сложно что-то добиться на отдельном предприятии, а порой даже в отдельных странах. Вот эта вот международная структура, она в общем-то играет большие уроки. Что у нас еще по этому поводу? Ну, собственно говоря, тут вопрос про законодательную базу. это для меня вообще очень интересная история, потому что насколько я могу судить по нашей профсоюзной деятельности и насколько я могу судить вообще по всей истории развития человеческого общества, любой закон это пустая ничемная бумага, если она не опирается на силу, которая оставит его выполнять. К сожалению, я наблюдаю на территории СНГ, я не знаю, куда это сделать, не знаю, почему она так сформировалась, но я наблюдаю некую фетишизацию закона. люди говорят, как же так, это же незаконно, их там всего лишают, там вот бьют по голове, как они говорят, это же незаконно, как же так, а их продолжают так же делать. Вот. Вот вроде все, мы прекрасно знаем, что вот законно не работает, а все равно эта фетишизация сохраняется. С точки зрения там даже европейских норм, российский трудовой кодекс, в принципе не самый плохой, даже я бы сказал очень-очень неплохой. Но, есть одно но, он просто не выполняется. Я как-то был на одной конференции, организованном центром социально-рудовых прав, и там из работодателей, там из союза работодателей, они говорили о том, какие у них проблемы, и они говорили, ну вот почему-то с трудовым кодексом у нас особо проблем нет, у нас там в основном с налогами и чем-то еще. Конечно, у них нет проблем, потому что они просто не выполняют. и эффективных инструментов заставить соблюдать его нет. Потому что прокуратура и государственная инспекция труда это, ну, как правило, прокуратура вообще не старается не заниматься своими вопросами, она перекидывает, сразу перехутболивает, дождавшись, когда у них там есть процессуальные сроки, дождавшись, когда там месячный срок выйдет, они перехутболивают это дело в государственную инспекцию труда, которая, в свою очередь, они любят такую отписку, вот эти проведенные проверки, явных нарушений законодательства, или как, существенных нарушений законодательства не выявлено, если вы считаете, что ваши права нарушены, обратитесь в суд. И, собственно говоря, вот так все строится, причем, как частенько там как они пишут. По факту изложенных вами нарушений мы опросили работодателя, и работодатель сказал, что типа все нормально. То есть, это некий орган, который занимается отписками, сглаживанием углов, вот чем-то таким, который абсолютно не заинтересован в выполнении этой функции, которые, в общем-то, до которых работодатели гораздо ближе, чем вот работники. Вот. Ну, и более того, законом предусмотрены очень смешные эти штрафные санкции. Ну, просто смешные. Там, я сейчас не помню, Peugeot Citroёn, он что сделал, к примеру? Ну, я помимо того, что он там рабочий в течение нескольких лет всех на трудовых, срочных трудовых договорах держал, что-то это было незаконно, что было бы незаконно. Вот. Они там кучу людей выкинули, как бы, с работы, ну, закончился, что он пошел вон, как бы, сокращение надо проводить, зачем выплачивать, три оклада. Здесь человек просто можно выкинуть. Вот. И всех работников, практически там, больше половины работников были на срочных договорах, чьи нескольких лет. И мы там по суду, ряд членов нашего профсоюза, мы их как раз восстановили и перевели на постоянные договора. Но вот попытки как-то через государственную инспекцию труда привлечить к ответственности чего не вымечались. Вообще никак. Другая была история, вот вслед за этим, когда мы просто нарушали договора законодательства, отпуск произвольно разбили люди, несколько частей, как нужно работодать. И все принудительно у него погнали. Обращение. Ну, мы это делали чисто для того, чтобы набрать, ну, нам просто было интересно. Мы по этому поводу не заморачивались, мы занимались своими делами, но просто вот, чтобы это, чтобы набрать статистику, как оно все работает, чтобы потом дополнительные аргументы у нас на руках были. Вот. И в результате что получилось? В результате Даня сказал, да, если нарушения есть, нарушения есть такие, да. Поэтому вот на предприятие накладывается штраф, пять тысяч рублей. На предприятие, у которого там миллионы евро, как бы это чуть ли не людьми вот эти все обороты. Крупный автомобильный завод. И работодатели, многие, избирают конкретно такую стратегию. Стратегия, которая заключается в том, что, ну, преднамеренно нарушать законодательство, проще платить штрафы, проще вот эти вот все вот. Потом идти по вот этому пути, когда там какие-то нарушения выявляют и за них вот таким образом смешным наказывают, но это выгоднее, чем соблюдать законодательство. Как все меже самыми, вот, хорошую посуду они там восстановили, там, члены профсоюза, их там было немного, ну, сколько там, пару-тройку десятков. При этом, несколько сотен они выкинули. То есть, несколько сотен они сэкономили, несколько сотен, там, человек 200-300, как бы, умножить на три оклада. Ну, ладно, этим выплатили, этим выплатили, там, и за все месяцы, когда они там не работали, когда их увозили, там, ну, сколько там, на человека. Ну, что на 200 тысяч максимум? Несопоставимы цифры. Вот. Поэтому мое отношение к закону, оно очень такое соответственное. Порой для того, чтобы просто добиться на предприятии выполнения законодательства, приходится быть силой, приходится вот как раз идти по тому самому органазийному методу, о котором я говорил. Ну, но тем не менее, но тем не менее, все-таки озвучить те законы, которые, в общем-то, у нас имеются, и которые, как бы, там, чего-то нам гарантируют, по крайней мере, формально, все-таки, я думаю, стоит. Но, тут у нас, надо понимать, что есть, с одной стороны, некие международные нормативные документы. У нас есть такая организация, как МОД, Международная организация труда. Да, там входит большое количество стран, там, они являются странными участниками, там, подписантами различных договоров соглашений, которые они на себя берут добровольно. и МОД, она издает такой вот документ, который, в общем-то, имеет обязательную силу для тех стран, которые являются членами МОД, и которые их ратифицируют. Это называется конвенция МОД. И вот, что касается профсоюза, здесь, я могу перечислить, кому интересно, потом, в нашем плане, она есть эти все, я просто могу не перечислять. Ну, там, вот, конвенция номер 98, о свободе ассоциации и защите прав на организацию, вот, конвенция 87, о свободе объединения и защиты прав объединения профсоюза, конвенция 135, о защите прав представителей трудящихся на предприятии, предоставлений и предоставленных им возможностей, вот, конвенция 154, о содействии коллективных переговоров, вот, ну, это то, что на международном уровне, такие вот штуки, которые есть, Российская Федерация вот эти конвенции вроде как-то идентифицированы, но есть еще национальное законодательство, но это, с одной стороны, Конституция Российской Федерации, которая гарантирует в том числе право на объединение профсоюзов, далее, это федеральный закон о профессиональных союзах, правах и гарантиях деятельности, ну, и, соответственно, Трудовой Кодекс, причем, Трудовой Кодекс, ну, конечно, понятно, Конституция не есть верховенство, но Трудовой Кодекс во всех, все, что связано с трудом, в том числе с профсоюзами, имеет приоритет, потому что, причем, надо отметить, что за последние годы, тогда, когда пытались использовать какие-то неудобные нормы законодательства, работодатели, через своих лоббистов, их отменяли. Очень характерный пример, то есть, вот этот закон, вот этот хороший закон относительно Трудовой Кодекса у нас до того сохраняется, до тех пор, пока мы не заставим его выполнять. Только мы начнем его заставим его выполнять, его сразу же начнут ухудшать. Оно вот так все работает. То есть, сама бумага, сама по себе, она не дает никаких сил, никаких прав не дает. Бумага ничего не может дать. Силы и права могут дать только люди, их участие. Вот. Ну, соответственно, как бы, вот этими законодательными актами прописаны, большое количество там всяких вот прав, которые, ну, как формально в Российской Федерации действуют. Ну, это, во-первых, независимость профсоюза. Ну, на самом деле, это, как, независимость профсоюза. Мы постоянно сталкиваемся тем, что это независимость профсоюза постоянно подвергается атакам. Начиная с того, что, ну, я сейчас по своей работе, как профсоюзный организатор профсоюза «Новопров», мы ходим и у проходных раздаем во время пересменки своим людям профсоюзные рисунки с путем с различной информацией, в том числе о профсоюзном виде. Как можно менять ситуацию на предприятие, можно свою жизнь как бы улучшать и решать проблему. Я скажу, мы что-то вот за последние там несколько месяцев предприятий 20, наверное, 30, как бы мы обошли. Я еще не сталкиваюсь ни с одним предприятием, ни с одним, где бы служба безопасности предприятия не пыталась нам создать проблему, не пыталась нас туда прогнать. Хотя казалось бы, мы не пытаемся пройти через проходные, мы вот за эти предприятия пытаются как-то там словесно как-то там что-то жестко. Когда их вот туда получают очень жесткий отвор в этом плане подевают полицию, полиция приезжает, пытаются что-то там фотографировать психологические воздействия. То есть огромное количество вот подобных воздействий, в общем-то, абсолютно незаконных, но полиция при этом, она, как ни странно, проявляет вот работодательную лояльность, вместо того, чтобы привлечь вот этих вот граждан за по административной статье, за вот необоснованный вызов сотрудников полиции и за воспрепятствование законной профсоюзной деятельности, они, в общем-то, в основном как-то пытаются как-то там оказывать давление на нас. Просто уже уровень подготовки нашей, конечно, позволяет от этого отбиться, но сам факт, особенно если вспомнить калужские наши дела, это были налетные полиции на наш профсоюзный офис, как раз тогда вот компания была по срочным договорам с бюджосикой района. Это и передача работодателей распечаток переговоров в телефоне профсоюзных активистов. Понятно, какие бы те он получили, причем на уровне там, не срочно труда регионального. Это и снятие фильмов за счет областного бюджета по такие вот конкретно порочащие профсоюз такого вот характера и дискредитации, причем фильмов, абсолютно не выдерживающих никакой критики в точке зрения правдивости изложенных фактов и материалов, в лучших традициях этих всех разоблачений. Это и всевозможные вмешательства коллективной переговоры и так далее. Это огромное количество фактов, и любой, кто более-менее пытался заниматься независимым посольным деятелем, с этим сталкивался. Это центр АЭН, наши постоянные друзья, которые постоянно пытаются почему-то поговорить. Не знаю, чем он так, что он же некий странный. Чем-то с ними с ним. Этой попытки там во время забастовки, когда была забастовка, пригнали Урал ОМОНа, и, ну, конечно, пустить его ход не решились, потому что это избегало все-таки некий перебор. Но, тем не менее, как факт устрашения и как ну, сам факт его присутствия. Вот как-то так. Поэтому, ну, формально, да, есть такое право, но реально независимость профсоюза не надо завоевать. То есть оно зависит от нас, насколько мы сами не будем прогибаться, насколько мы будем в общем-то друг за друга держаться, насколько будем сильны. Будем сильны, будем независимы. Будем слабы, каждый начальник и уровня фирмы, и уровня государственного человека будет нас всячески третировать. Право профсоюза на предоставление и защиту социально-труковых прав интересов работников. Ну, это я, кстати, я цитирую эти вещи по качеству источника это из федерального закона о профессиональных союзах права гарантии деятельности. То есть там прописаны такие вот права профсоюза. Ну, это опять же, опять же, это является формальным правом. Потому что в реальности интересы работников отставят. Ну, я же неспроста говорил раньше, что даже участие в переговорах представителей независимых профсоюзов, одно, формально это прописано в твоем кодексе. То есть даже если маленький профсоюз, его должны пригласить к участию в переговорах. Ну, и приглашают. Я говорю, что ты сделаешь? Ну, и ты не приглашаешь. И вот, как показывает практика, все эти жалобы против всевозможных органов, они заканчиваются тем, что люди бегают с этими бумажками годами, в конце концов, прежде чем они там добиваются какого-то решения, уже три раза увольняют. Лично я могу сказать, вот лично мой опыт, это был опыт ошибок. Мы пытались строить профсоюз на том предприятии, на котором я работал. Я работал на предприятии Центра Свармаш в городе Твери. Оно производило шелезнодорожные тережки для вагонов, для пассажирских вагонов. И когда я строил профсоюз, мы тогда строили ПУРА, мы еще были, ну, недостаточно подготовлены, у нас не было тогда еще вот система такого прям целенаправленного обучения органайзивного. И мы совершали все типовые ошибки. Мы полагали, что бумага нам дает какие-то права. Чтобы если мы составим протокол, на котором было написано учредители, собрания профсоюзной организации и отнесем его роботодатом, то типа опа, и с нами будет выполняться все то, что там, все хорошие слова, которые написаны в данном кодексе. Но практика показала, ничего не выполняется, нас просто там вот третировали, навешивали взыскания, увольняли, и все. И все органы, которые должны это контролировать, затягивали процесс, а иногда просто конкретно вставали на сторону оботонения. С другой стороны, мы пытались играть вот таких вот этих героев профсоюзных. Нам люди говорили, ну, вы сначала покажите, что вы можете, а тогда мы к вам вступим, и тогда вот мы посмотрим, что вы можете, и все. И мы на это дело велись и пытались показать, что мы можем, а что мы можем без участия самих людей. В результате, при любом расплане, даже нам при помощи этих жалоб, каких-то судов, удавалось какую-то ерундовую штуку даже получить, люди не вступали, потому что, а зачем? если они видят, что есть какие-то какие-то сумасшедшие, которые решают их проблемы, от которых можно их пользоваться, пускай и делают, можно им наоборот еще сказать, да что-то вы мало добились, что-то вы как-то это не очень. А мы на это велись. Вместо того, чтобы действительно строить по новому принципу профсоюзную организацию людям объяснять, что арт-профсоюз сейчас ничего не может. До тех пор, пока вы не участвуете, мы ничего не можем сделать. Вам придется мириться с этой проблемой. И для вас действительно есть такой вот такой рубикон. Либо мы говорим, что вот эта вот проблема, вот это положение у нас будет всегда, а возможно и хуже, и мы с ним миримся, и мы тогда все молчим и не выступаем. Либо мы пытаемся это изменить, а чтобы изменить, надо участвовать и действовать. К сожалению, человек никогда не будет шевелиться без должного, мотивации, без понимания, что иначе никак что-то сделать. Но это мы поняли потом. Так вот, в результате мы бегали такие вот, работники смотрели на замечательное такое шоу. Кто кого сожрет. кто кого сожрет, было абсолютно понятно, но вопрос, сколько они протянут. Вот. И нас, конечно, в итоге разгромили. Никакие вот эти судебные органы, никакие вот эти права, которые мы старались действовать в четком соответствии с трудовым законодательством из закона профсоюза. Мы принесли в прокуратуру вот такой толстый материал, где были там прописаны все вот эти приказы, все оказалось, вот оно все. Бери, да, это, да привлекай. А в результате прокуратура сказала, а почему у вас профсоюз тут незаконный? Не знаю вообще. Кто вы такие, мы не знаем. Потом опять это было долгие судилища. В конце концов, материалы вот этой всей ситуации легли в основу одного из пунктов жалобы, которые подала Федерация труда России в МОД, и по которой Российская Федерация была выставлена представление. Но к тому времени, когда представление было выставлено, когда вот это все, какой-то там тоже интересный момент, когда наши профсоюзные листовки познавались тревистским материалом. Причем, одна из этих листовок забавная, это была просто адаптация такой, всемирной листовки против заема труда. Ну да ладно. Это, кстати, вопрос о том, как не вмешательство было в делах в союзе со стороны. Причем, это было сделано таким образом, что суд рассматривал, принимал решение в закрытом режиме без участия, собственно говоря, тех, кого это касалось. И потом, они могли даже решение получить, потому что они говорили, а вы участник процесса? Нет. Значит, а что тогда было? Ну, что, чтобы получить само вот это судебное решение, это пришлось через аппарат государственной думы запрос сделать. И то не сразу. А тем более, а если ты не можешь получить решение, ты не можешь его обжаловать. И опять же, ты не даст, не участник процесса, ты не можешь его обжаловать. Вот. но главное, что все это мод пришло, пришло представление и так далее. Это примерно произошло через два года, после того, меня уже уволили с завода. И все, нашу привычку разгромил. Это я понимаю. Вот. Что у нас еще? Ну, право введение коллективных переговоров. В принципе, что толку от ведения переговоров? Наша задача не вести переговоры. Наша задача, чтобы действительно получить то, что нам нужно. Переговоры, это не просто, когда сидят два человека и разговаривают ни о чем. от самого по себе, от такого формата, как оно часто бывает, ну, толку-то никакого. Важно нам заставить не просто говорить, а то, чтобы нас слышали и мало слышали, то, что, в общем-то, выполняли то, что нам нужно. Ну, это на практике. Опять же, выполняется только тогда, когда обеспечивается отношение сил то, о чем я говорил в самом начале. Из той же области это право профсоюза на урегулирование коллективных трудовых споров. Это как раз тоже к вопросу о коллективных переговорах. То есть, вообще, как это работает? Теоретически, Трудовой кодекс Российской Федерации дает возможность достаточно широких. То есть, если мы говорим о правах, это то, что в законе написано, а если мы говорим об интересах, трудовой коллектив может быть, в принципе, любой отременной. И через коллективные переговоры, и в том числе, это даже прописано в Трудовом кодексе, через введение коллективного трудового спора, включающего формально даже забастовку, не могут работать и добиваться. То есть, если мы хотим, например, зарплату 50 тысяч, мы можем выдвинуть такой тренд неколлективный и начать переговоры, если заработать с нами не согласен и не выполняем наши предможены, начать забастовку. Это законно, это предусмотрено. Другое дело, что в забастовке в Российской Федерации провести закон забастовку невозможно. Есть для этого соответствующие дырки законодательства, и мы это все испробовали, когда экспериментировали, ну, как-то раз мы решили на провести забастовку как положено по закону. Но мы как раз в процессе тестирования обратили внимание, что за счет этих дырочек это исключается. А методика работает примерно следующим образом. То есть как только работодатель получает удовольствие забастовки, он бежит в суд, подает иск на признание забастовки незаконной, неважно по какой форме. Там можно писать даже очевидную фигуру. И одновременно подает ходатайство по обеспечению риска. То есть принятие мер по обеспечению риска на запрет действий сторон до рассмотрения решения по существу. То есть на запрет забастовки до того, как суд рассмотрит, будет она законна или нет. А по российскому законодательству забастовка объявленная, точнее, забастовка не начатая в срок, не может быть продолжена. То есть суд тянется пока пока это дело рассмотрится, а суд рассматривает долго дело, в течение месяца. А здесь мы подаем за 10 дней или за 7 лет. То есть у нас есть запрет. То есть исходя из нашего указания, вот в этот срок, который мы указали, мы уже ничего начать не можем. Соответственно, все делать заново. Все. Но на самом деле никогда не заморачиваться по этому поводу. Мы считаем, что нет законных незаконных забастовок. И забастовка выиграна или проиграна. И поэтому тут тоже с нашей стороны мы долго исследовали есть такой методик, как называемый вера Лесик. Дело в том, что по российскому законодательству работник несет ответственность за участие незаконной забастовки, только в том случае, если забастовка была судом субъектной федерации признана незаконной, это решение наведено в забастовочном комитете, и на следующий день работник не вышел на работу. А весь период до того, как, все нормально. Поэтому был разработан такой ребятами с Форда и по имени одного из лидеров профсоюза Мпорад в тот момент Владимир Лесик этот назван. Он заключался примерно следующим. То есть забастовка начиналась и работодатели уведомляли в момент для начала, желательно где-то вечером, когда уже сегодня работник. А предварительно мы выдвигали сразу серию требований. Одно требование настоящее, основное, а остальное какие-нибудь ерунда может быть, но главное, чтобы она была плохо выполнена. И по каждому из этих требований начинаем коррективный трудовой спор. И по каждому из этих требований у нас есть пор для забастовки. Каких требований может быть 5, 10, 20, сколько угодно. И как это все работает? Начинается забастовка, работодатель бежит в суд, выносит решение, но в любом случае, пока, в любом случае, в самом плохом случае, два дня у нас есть. В любом случае. если суд есть так точно, рассматривать здесь и сейчас, потому что на следующие сутки пока доведут забастовочный комитет, на следующие сутки только работник должен выйти. Хорошо, работники дисциплинированно выходят на работу, вытаскиваем из рукава следующее требование, начинаем следующую забастовку. Опять заново, опять побежал, опять дым-сюдым, принесли, вышли на работу, новое требование, новая забастовка. И это называется веер-лесикой последовательной вещей. И так поставать в принципе можно, главное выиграть. Если правильно проведен предварительный приводительный исследование и понимание, где у работодателя в общем-то слабые места, если правильно стратегия выбрана, а организовать нормальную забастовку это сложное дело. Я могу сказать забастовка, например, на бентелере, выигрышная забастовка, мы готовили где-то ее вместе. То есть мы там пока вели переговоры, пока там мы формировали проект коллективного переговора. Мы все это время параллельно с этим готовили людей вплоть до того, что мы просматривали психологическая подготовка, мы просматривали различные документальные интересные фильмы про забастовку коллективный просмотр и устраивали. Когда люди понимали, что это не страшно, понимали, что так делать всегда нормальный эфрик что так Lore девать уважающие себя люди, как бы там для каждого сделали памятку, чуть ли даже наизусть, что можно, что нельзя, кто имеет право, потому что там сразу приехали какие-то полицейские и говорили, а ну-ка тут мы все негодяи, все арестованы, забастовка незаконная, на что профсоюзные антивисты мне сказали, что уважаемый, а на каком, собственно говоря, основании вы присваиваете себе полномочия суда, субъекта федерации, областного суда, кто он такой, и когда это снималось судно на камеру, то, как правило, полицейский член, он как-то вот терялся и бочком-бочком старался, вот, потому что это требует действительно тактики, стратегии, где мы, где мы, где мы, где мы блокируем, где что не блокируем, опять же, как с штребрехерами что делать, как с ними, как мы противостоять, вот, это все вопросы, которые, ну, это серьезные, и это должно быть заранее все обдумано, спланировано, это должны быть запасены ресурсы, это тоже важно, почему, например, взносы, 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 это очень важный ресурс для оборудования, это как обеспечение армии, мы так людям объясняем, куда идут взносы, для чего они нужны, мы говорим, это не у друга, это не сервис, вы не покупаете что-то, это деньги на общее, это деньги для того, чтобы у нас было, это, чем бороться, это деньги на то, что надо проводить обучение, это деньги на то, чтобы во время забастовки накопить ресурсы, те, кто бастует, они не голодают в этот период, в их серии, чтобы какие-то посуды давать. Вот, мы говорим, мы даем материальную помощь, материальную помощь мы даем только в том случае и только когда, и потому, что там у кого-то кто-то где-то заболел, и кто-то чего-то. Мы даем материальную помощь в том случае, если активиста профсоюза за профсоюзную деятельность уволили, и он какое-то время находится без работы, и он там пока судится, пока попытка восстановить, и так далее, Это время человек должен получать свою поддержку достаточно, чтобы выжить и чтобы семья его не пошла к умерам. С другой стороны, материальная помощь во время забастовки. Это люди теряют заработок. И для того, чтобы выстрелить, для того, чтобы выжить и победить, они должны тоже в чем-то питаться, они из воздуха могут энергию получать. И их семьи тоже не должны работать. Это нормальная практика вообще нужна. Причем, когда бастует, грубо говоря, один на одном предприятии, весь странный профсоюз, либо есть правосудочные фонды, которые для этого, собственно говоря, нормируются. Как-то так оно все должно работать. Что у нас еще? Следующий пункт – это право профсоюзного чтения контроля с людей и законодательства сотрудников. Я уже думаю, что понятно, о чем речь. То есть контролировать ты можешь сколько угодно. Вопрос – как ты можешь на это повлиять? Повлиять ты можешь, когда имеешься в силу, когда работодателю выдвигаешь какие-то требования. А иначе либо там… Не, ну, есть еще хороший метод приучения работодателя соблюдать законодательство – это итальянская забастовка. Когда ты не бегаешь и не жалуешься, что «а, этот нарушает законодательство». А когда ты просто пользуясь своим правом на отказ от работы, условия поражаешь жизнью и здоровью. Либо ты берешь просто вот, как положено у нас инструкция по охране труда, и вот с точной запятой начинаешь выполнять. Ну, естественно, сразу предприятие встает просто, что ничего не работает. И тогда уже бегает работодатель, и он уже ищет способы найти решение. Я просто… для меня очень… Так вот в памяти встает яркий пример с Вольсвагеном, когда там людям не выдавали… Ну, сварщикам не выдавали нарукавники. Ну, точнее, нарукавники выдавали, но это такие, которые не соответствовали вот требованиям работы на этом участке. Их постоянно прожигало, и они руки жгли. Их постоянно ожогили нарукавники. Они обращались с этой проблемой, наверное, в течение там полгода. Ну, ВОЗ, естественно, мы не там. Мы обещали, что да, конечно, когда-нибудь что-нибудь мы там сделаем. Да-да-да, сейчас просто большая партия купим, и все остальное. Один прекрасный день. Они просто вот по решению профсоюза, ну, так вот, условно, по плану сделали. Там бригада просто села, коллективно отказалась от работы в связи с угрозой жизни и здоровья. И выдвинула условие, что вот мы будем работать, и до тех пор уже не сделаем. Как они в обед нет, это начали, чтобы на следующий день, чтобы начало смены уже нарукавники у всех были нормально. Работает. Вот. Как-то так. То есть контролировать его можно по-разному. Контролировать таким вот образом, путем прямого действия. Ну, как раз это, я вот как раз вспомнил про эту охрану труда, и вот это тоже право профсоюз в области охраны труда и окружающей среды. Ну, это вот как раз и на той же месте. Право профсоюза на информацию тоже. Это такое вот интересное право, которое повсеместно не исполняется. Потому что работодатель старается, с одной стороны, всячески препятствовать распространению профсоюзной информации на предприятиях, чтобы это незаконно. И даже около предприятия, как с чем мы постоянно сталкиваемся. С другой стороны, он старается не выдавать профсоюзу, сколько бы важны сведения о состоянии предприятия, о людях, отделах и всего остального. Но, кстати, это тоже вопрос еще профсоюзной стратегии, то, как люди себя привыкли позиционировать и как вести себя на переговорах. Потому что, ну, когда на переговорах говорят о тяжелом положении предприятия, о том, что там убытки, ну, я на самом деле, я вот здесь существует на все время, я ни разу не видел ни одного работодателя, который сказал, ой, как хорошо у нас все на предприятиях, у нас много денег. Ни разу не видел. Все говорят, ой, у нас тут такой тяжелый период, мы сделали капиталовложения там, мы там, ля-ля-ля, спады там, постоянно. Ну, все вот плохо, как бы, вот последний там кусочек хлеба доедает, как бы, вот, давай, гляди, помру. Но на переговорах вот очень хороший аргумент, поэтому по противодействию подобных, он очень простой, что, ну, хорошо, как бы, вот, в чем давно верят на слово? Допустите на все ваши финансовые документации, наши представители, наши специалисты. Тогда будем разговаривать. Допустите. Ну, как правило, работодатели же начинают сразу езжать по поводу коммерческой тайны. Ну, раз коммерческая тайна, то почему нас должны это не обновать? Ну, значит, не надо на благошу вас лешать на уши, иначе нас не волнует ваши вот эти вот проблемы. То, что у вас там хит у вас. Что-то не так работает, да и нет прибыли, и так далее, и так далее. Вот, с другой стороны, очень важно все-таки грамотное проведение, грамотное исследование ситуации и всеми доступными методами поиска информации в открытые, закрытые как угодно источники, там, внедрение своих людей, там, во всякие вот эти бухгалтерии, и так далее, и так далее. Причем потому что часто бывают очень интересные схемы. Одна из таких схем, как это все работает. То есть есть предприятие какое-то, какое-то предприятие А. Рядом с предприятием есть какая-то контора Рога и Копыта под названием В. У предприятия заключен договор вот с этой компанией Рога и Копыта, она ему продает по определенной стоимости свою продукцию. Причем продает по такой стоимости, что, ну, на 5 копеек выше себестоимости. Они показывают по своим этим всем бумагам, скажут, ну, смотри, у нас нет прибыли. Смотрите, вот мы зашли, вот все, все, все по-честному. Вот мы столько-то затратили, столько-то продали, вот. Вот, смотри, мы даже в убытке еще остались. А компания БФ, компания БФ, вот эту продукцию продает на коммерческую стоимость. И вся прибыль, она седает, собственно говоря, там. И, как правило, это не только, как правило, как бы, нетрудно догадаться, что эта компания, она аффилирована с теми же собственниками, что и предприятие. Потому что это такой вот способ, как бы. Создание, вот, есть какие-то ложь, есть большая ложь, а есть статистика. И вот здесь как раз различные схемы манипуляции цифрами. И если мы вот эти схемы вычисляем, это дает нам очень сильный аргумент. И на переговорах, и все самое главное, это дает переговоры перед людьми. Чтобы люди были уверены, что то, что они требуют, то, что нам добивается, это справедливо и это реализуемо. Вот, 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 вот. Ну, собственно говоря, там у нас остались вопросы, которые, к какой-то степени я уже попытался в процессе лекции озвучить. Ну, тут объективные предпосылки для возникновения развития прослуживного типа. Ну, собственно говоря, предпосылка, она одна. В том, что... А куда деваться? Деваться, собственно говоря, нет. Эффективных рычагов защиты прав интересов современных насилий. Ну, на самом деле, ни слова защита не нравится. Защита подразумевает, что мы только там обороняемся. То есть мы не двигаемся куда-то дальше. Мы не достигаем того, чего мы хотим. Мы просто вот зажались, нас это бьет, как бы... Мы там, ну, сдаем позицию, не так быстро. Вот. Но, тем не менее, как бы так, продвижения интересов защиты прав, правы как нет. Поскольку у них нет, у них реально. То есть вот этот процесс наступления на права и интересы трудящихся, он будет продолжаться и будет усиливаться. Тем более, с условием того, что нефтедолларов как бы резко стало меньше. А правящая элита, она, в общем-то, живь-то привыкла по определенным стандартам. Эти стандарты они не будут двигать. Они будут стараться искать источники, где бы, в общем-то, найти средства, чтобы компенсировать эти потери от этих долгов. Ну, и, очевидно, они будут искать там, где и нет сопротивления. Это просто тут без вариантов. То есть старая добрая эксплуатация, как бы повышение старой добрая эксплуатации, а параллельно с этим будут сворачиваться все социальные гарантии. То есть, с одной стороны, это понижение заработных плат. С другой стороны, увеличение налогов. С третьей стороны, это платная медицина. То есть твоей зарплаты уже, как бы, при прочих равных уже не хватает. Это образование практически платное. Это, там, отмена кучи всяких вот льгот, повышение пенсионного возраста и так далее и тому подобное. И, собственно говоря, у людей не остается другого духа. Люди все-таки идут на предприятия для того, чтобы зарабатывать, а не для того, чтобы просто работать. И у людей все-таки есть некие надежды, некий, ну, человек входит в жизнь, у него есть некий образ чего-то хорошего, что реклама начинает формироваться. Человек хочет иметь, там, нормальное жилье, автомобиль, компьютер какой-то. Хочет, там, в клубы где-то зависать. А когда он сталкивается с реальной жизнью, он видит, что вместо всего этого, к чему он так стремится, для него, как бы, работаем хозяина, как бы, от зари до зари и из работе. И потребность как-то это изменить, она возникает закономерно. Причем, понятно, что в России, там, утрачивают все эти традиции, коллективной борьбы, и это, вот, это большая проблема, то, что приходится все делать с руля и даже с какой-то степени, с минусового рода. Но, тем не менее, как подсказывает себя мировая практика, это переваривается. Если взять Бразилию, например, где, на период 70-80-х годов, я скажу, 47% населения было вообще неграмотным. 47% населения было неграмотным. И была военная диктатура такая, полуфашистская толка, которая, там, за участие независимых профсоюзных деятельностей, там, не просто тебя, там, не знаю, заводит, или даже арестует, просто убить ноги. То есть просто полуфашистскую машину столкали, и никто тебя больше никогда не видит. И официальный профсоюз, который там все контролирует, углавляемый каким-то остальным генералом. Вот. И в условиях вот такого вот ужаса смогло выковываться настолько мощное рабочее движение, настолько мощно-профсоюзная такая вот структура. Вот профцентр Куки, что там брать, который потом, они даже партию трудящую, она, правда, была реформистская, как бы, точнее, есть реформистская, но, тем не менее, которая смогла свалить даже диктатуру, и которая позволила там, сколько получается, в сумме сроков более относительно там левого президента, Лола и Дюгру, которые снестили путем там, по факту переворота. Вот. Но сам факт, что в таких страшных условиях потом говорят, ах, у нас там ничего не получится, потому что, потому что у нас такие законы, которые у нас такое репрессивное государство. Тогда я недавно был на конференции в Амстердаме, и там вопрос ставился, а как тут вообще строить профсоюз, ну, потому что мы не европейцы, как специфика построения профсоюза в условиях таких вот жестких, там, авторитарных режимов. Ну, там не только нас так осталось, потому что у нас по мировым меркам еще относительно все очень демократично. Мягко и демократично. Вот. Я, выступая там, говорил ведь о чем? О том, что основная наша проблема, она абсолютно не в том, что у нас такие вот суровые там правила игры и правительство, там, и полиция, там, каким-то образом там что-то нас подавляет. Сарская Россия, по сравнению с Сарской Россией, это вообще просто вот, это детский сад, это санаторий. По сравнению с Бразилией и там странами, где вот мощнейшее рабочее движение. Все в этом формате. Любую диктатуру, любую авторитарную власть, если стать силой, если руковывать это все внутри. Другого пути нет. И в рулящих современной России нет другого пути. Причем тоже я на этой же конференции общался с турецкими товарищами профсоюзового диска. Ну, там, профобъединение дисков. Вот это демократическое, такого красного культуры. Они, я бы не спрашиваю, вот так, вот так, при чем это будет Эрдоган, там, все же остальное, там, их законное чрезвычайное положение, закрытие на проведение с посту. Профсоюзных очень сложно создать. Потому что, чтобы создать профсоюзных предприятий, чтобы больше половины работников написали материально заверенные заявления, он задает все Минюст, Минюст в течение нескольких лет рассматривает эти заявления, потом принимает решение разрешить или не разрешить. Вот, но они не плюют на эти все законодательства, они просто, вот, если есть люди, которые готовы действовать по единому плану, это и есть профсоюз. Они просто написаны на бумаге. Ставят забастовки, там, вообще, шухеронародит. Так вот, вы спросили, а как вообще у вас в профсоюзные члены? Членство люди вступают, говорят, у нас нет проблем с профсоюзными членствами. У нас нет проблем с привлечением людей в профсоюз? На ноги вступают, вообще без проблем. То есть, люди понимают, что, ну, нет другого пути. Их люди не рассеяли, и у них не было вот этого, там, такого витапа, как у нас там был СССР. В Курции всегда все жестко было. У них нет вот надежды на доброго, там, дядя. И у нас одеваться некуда, тоже все будет. Может быть, оно не сразу будет. И понятно, чтобы это произошло... Ну, каждый из нас там должен прикладывать это усилие на места, показывать эту альтернативу и постоянно ее обкатывать на практике. Начиная с малого, начиная с каких-то там элементарных требований. И дальше, дальше, дальше. Но другого пути нет, и других перспектив нет. Ну, вот, собственно говоря, и все. А старые профсоюзы, они будут сходить со сцены, потому что они не удовлетворяют, люди же зачем туда вступают? Раз, путевок, подарок. Кому сейчас нужны путевки и подарки в три дороги? Путевки без проблем, любую, можно со скидкой не найти. Подарки, да блин, ты один раз нос не заплати, купи ты себе эту кружку за 10 копеек. Без проблем. Поэтому, я могу сказать, что вот, чисто статистика показывает, за КНПР теряют по нескому миллиону, там, через членов, постоянно. Вот. Ну, то есть, как-то вот так вот. Ну, в общем, я основную часть закончил, я бы сейчас что предложил? Если есть какие-то вопросы, вот их можно как-то обсудить, или какие-то темы, как-то, знаете, на заданную тему, разговор на заданную тему, я бы мог попробовать это сделать. Спасибо. Пожалуйста. Вы начали с того, с вопроса о силе профсоюза, готов ли он строить грубая стоп-акция? Вопрос такой. Какие вообще возможности для практических действий есть у коллективов современных предприятий? То есть, нельзя же просто вот взять и остановить производство? Скорее всего, рабочих же... То есть, скорее всего, вы вот говорили о том, что как рабочие могут или не могут пользоваться законом или своим интересом, но работодатель тоже может ими пользоваться своим интересом. То есть, просто так, если рабочий возьмёт основу производства, то, скорее всего, работодателю выкатят иск за утерянную прибыль. Я понял. Ну, на самом деле, у рабочих огромное количество инструментов на своем интернете в первую очередь. Вы думаете, в условиях, вот там, опять же, 19-19-20 века было как-то иначе? И там за участие забастовок жёстко там не преследовали и не пытались какие-то иски повесить всё остальное? Всё пытались. Вопрос в том, насколько мы сильны и организованы. Если мы можем остановить предприятие наглухо так, что оно не заработает, пока мы не скажем, не будет никаких исков, не договариваться. Одно дело, когда есть там 10 человек, которые забастовали и их наказали, но когда они знают, что... Ну, собственно говоря, вот каким образом боролись с увольнениями и в царской России, и в Бразилии. Ну, вот в царской России, например, человека можно было уволить без объявления причин. И потом вырастали всякие упадённые работы, всякие гадости. Ну, как с этим боролись? Боролись очень просто. Когда увольняет человека, все остальные бастуют. Первое, что понимает, что слишком дорого. Ну, здесь примерно такая же логика. К тому же учтите, что есть чисто тактические, огромное количество приёмов. Я уже сегодня озвучил по полу итальянских забастов. Любое предприятие российское и иностранное можно поставить колон просто, чтобы ничего работать не будет, если грамотно почитать инструкции по охране труда, почитать техпроцесс и всё остальное, договориться и стоять до конца. Без проблем. Для этого не нужно никаких вот этих соблюдать процедур. Абсолютно. Вот, написано, в инструкции по охране труда запрещено эксплуатировать неисправное оборудование. Не горит на станке лампочка какая-нибудь? Это неисправное оборудование. Или написано, у тебя правильная по эксплуатации станка, что перед началом работы ты должен проверить заземление. Я хоть раз так восприметировал. Значит, для меня ещё надо докапываться, время смотреть и засекать. Я подумал, окей, хорошо. Пришёл на рабочее место. И мастера сразу так. Перед началом работы я обязан проверить заземление станка. Будьте добры, обеспечьте меня под инструментами. А это никто никогда не делал. Они не знают, как этого делать. Они там за голову схватились, как бы такие, ааа, что же делать потом? Слушай, давай как-нибудь договоримся. Я говорю, ну ох, правильно ли я понимаю, что вы, используя служебное предположение, принуждаете меня нарушать инструкции по охране труда. А они такие, ааа! В конце концов, конечно, мы договорились, но сам факт, что вот эту игру с придиркой можно играть и все в другие ворота. Особенно, если это делается организованно, если мы там заранее просчитываем ходы, то это умеет очень сильные последствия. Например, вспоминаю тот же самый Гентайлер. Там была забавная ситуация. Они решили сделать альянскую забастовку. Вычитали такую вещь, потому что там они делали подвеску для этих автомобилей Volkswagen, Skoda, и вот она там, там идет как бы вот эта линия сама, чтобы собраны, ну там где-то стыкуются части, она дальше двигается, дальше по ленте, и следующий, на следующий пост, где там что-то еще там подстыковано. Вот, для того, чтобы эта лента заработала, что он двигался дальше, нужно было сканером штрих-кодом считать. Но нигде в техпроцессе не было этого пункта считывания сканером штрих-кодом. И они просто приходят не ставить. Мастер бегал, орал, кричал там, написал от руки в техпроцессе, они делают. На следующий день, ну, короче, там зубра стояло, ночью простояло, все это сделало. С утра их вызывают и говорят, пишите объяснение. Они сразу стоят на ней. Два рабочих дня написали объяснение. Через два рабочих дня они приносят, написанную под копирку. Примерно следующее содержание текста. Мы, такие татаработники, добросовестно исполняли свои трудовые обязанности в четком соответствии со своим условиями трудового договора, требованиям трудового кодекса, инструкции по охране труда и техпроцессов. В такое-то время к нам подошел мастер такой-то, который в грубой форме, унижая наше человеческое достоинство, принуждал нас нарушать инструкцию, нарушать технологический процесс. Самовольно пытался внести исправление, не имея на то неполномочий и так далее. Прочитали и все. Никого не наказали. Но на самом деле, действительно, все определяется своим путем. Если можем предприятие захватить, и этот процесс очень мощный, если мы вспомним события 1905 года. Представляете, царская Россия, это монархия, где правящая элита, вообще, собственно говоря, всяких рабочих христиан, за людей это не считало. Это вообще другая категория. Это просто разновидная рабочая скотина. Если с дворянами не всегда демократично поступали, хотя это свой класс, то с этим это вообще. И где, в общем-то, сама концепция самодержабельна предусматривает, что царь не должен ни с кем советоваться. Сам источник там. Прямо от Бога напрямую тут все это реализует. И всеобщая политическая стачка 1905 года, вот эту вот всю структуру, построенную там столетиями, опирающуюся на штыки, казанские эти всякие, нагайки и сабли, и там же огромное количество всяких вот этих вот инструментов подавления. С другой стороны, это очень сильный идеологический пресс. Это вот человека с пеленок, он попадал в лапы церкви, которые мост промывала по полной программе. Часто говорят о телевидении, там туды-сюды. По сравнению с церковью, царской России, наше телевидение просто детям было мало. Просто на системе ценностей тебе говорили, что вот ты, вся власть от Бога, а ты должен как бы пахать. А если ты как-то делаешь иначе, то ты какой-то не такой вообще. И где вот тотальные справки об исповеди надо было представлять, а все попы там, они плотно сотрудничали с этим жандармским управлением. Вот, то есть надо понимать, что это система была. И вот эта система, она настолько там вот зашаталась, что это ж надо какой-то вот, какой-то, блин тут, какие-то права, какие-то выборы, какая-то дума, вообще что это такое. Понятно, что это урезано, но надо понимать, что для тогдашнего политического элита это было что-то вообще просто там за гранью, за гранью вот возможного и допустимого. легализация партии, это вообще как бы экстремисты и маргиналы. Что ПСР, что РСДРП, вообще как бы это, все равно что не гибы легализовать, а то они участвовали в выборах публично. Поэтому здесь надо понимать, что действительно все определяется, отношение все определяется, участие людей. если люди будут активно участвовать в одном, на любом предприятии. Точно так же некоторые, знаете, задавайте, я немножко за это схищу, задавайте вопрос, как вот маленькие конторы, там маленькие, так это еще проще. Если один большой профсоюз, в который входит не работник только, только вот этот вот магазин, и который действует коллективно, пришли толпой к этому директору, просто с ним поговорили, и я думаю, что это будет достаточно. Хотя приходит такая толпа, и говорят, что мы тебя укатаем вообще просто напрочь, мы тебя тут, блин, каждый день у тебя перед магазином будет комплектетка, мы тебя тут в СМИ устроим такой, в принципе, как сделал профсоюзный вопрос, с сетью ресторанов с бара. Благодаря там компенсационной компании, в которой участвовало всего лишь, всего лишь активно 40 человек, всего лишь 40 человек, с бара решилась франшиза, их отозвали, и там несколько десяток точек вообще закрылось, и там убытки были жуткие. Просто к примеру, что у вас можно сделать. И главное вот не замыкаться, ну в чем сейчас тоже важно, мы сейчас стараемся создавать профсоюзные организации, которые не завтра на отдельное предприятие. То есть мы переходим к территориальному принципу. Потому что если у нас предприятие, если у нас личная организация связана с конкретным юридическим лицом, нас это очень здорово ограничивает, это очень задает нам большие проблемы. Потому что сейчас на одном и том же предприятии могут работать 10, 20, 30 работников различных юридических лиц. Потому что сейчас такое бедствие как заемный труд. Заемный труд. То есть человек вроде работает на предприятии, а к нему никакого отношения не имеет. Например, в случае со СБАРа, на СБАРа там, по-моему, только 20 различных кадровых агентств были работники. Поставленные им по контракту вот этих всех штук. Вопрос. Значит, было сказано про конвенции МОД. Сколько я знаю, Советский Союз в свое время отличился от других стран тем, что он принял чуть менее наибольшее число конвенций. Но в буржуазной России она дополнительно еще какие-то конвенции ратифицировала. И, соответственно, вопрос такой вот, ратифицировать это одно, а насколько это все соответствует у нас? Ну, я скажу так. Я скажу так. Ратифицировать это... Это, в принципе, все то же самое, что я говорил про все остальные законы. То есть ратифицировать до фига чего. А на практике это не исполнится. Можно сказать, вот компания Volkswagen подписала кучу всяких рамочных соглашений, добровольных на себя там, кучу взяла всяких обязательств, по всему хорошему и против всего плохого. Социальных всяких вещей. А на практике-то... Там даже на переговорах выкатывали, как бы говорили, что так... Еще вопрос, значит... Вот было сказано еще про лоббирование, значит, трудового законодательства. То есть про внесение корректировок трудового законодательства. Вот интересно будет услышать несколько примеров. Например, в России... Ну, то есть происходит какой-то рецидент, да? То есть рабочие, ну, трудящиеся борются, да? И, соответственно, происходит лоббирование, да? Можно несколько... Я вам конкретный пример сразу сходу, как бы. Это... Это гарантии профсоюзным активистам. То есть, если изначально трудовой кодекс... Это не трудовой кодекс, федеральный закон о профессиональных союзных правах и гарантиях деятельности предусматривал то, что членов выборного профсоюзного органа нельзя было, в принципе, уволить без согласия вышестоящего профсоюзного органа. Нельзя было. Потом постепенно из-под действия этого положения выбили за грубое нарушение, то есть за право и употребление, ну, нахождение в состоянии алкогольного обвинения на рабочем месте. Выбили оттуда. Потом оттуда переделали, что это требуется запрос мотивированного мнения, и выбили самое страшное для профсоюзников статью «Неоднократно исполнять трудовых обязанностей без уважительной причины». То есть сейчас, по факту, осталась только одна статья, по которой требуется согласие вышестоящего профсоюзного органа, это сокращение. Пока что еще все. Пока еще вроде и не признали. А вот эти все статьи их постепенно, поэтапно признавали не противоречащими конституциями, потому что они якобы создавали дискриминацию в сфере труда и так далее. Причем там очень забавно, что одно решение суда отменяло то положение, что требовалось согласие вообще при любом увольнении. И ссылалось на конвенцию МОД, что там вот, но зато остается вот это, вот это, и это все соответствует конвенциям МОД и все остальное. А следующее решение суда отменял и вот это. То есть вроде уже конвенция МОД вроде как и не ссылается. Все вроде как нормально. Но, безусловно, надо понимать, что законодательство это не какие-то, знаете, скрижали, высеченные раз навсегда из камня. Это, в общем-то, такое абсолютно живое и мобильное такое явление, которое каждая сторона пытается свою сторону переделать, сделать под свои интересы. И работодатели в этом направлении всячески работают. Кстати, тоже интересный вопрос, вопрос о заемном труде. Если заемный труд до недавнего времени, в принципе, он был в сером поле, то есть вроде как он был, но с точки зрения законодательства все это было как-то очень зыбко. Такие схемы не были прописаны в данном законодательстве. И при желании можно было их там как-то запрессовать. То благодаря стараниям вот таких господ, как Исаев, приняли так называемый закон о заобрете заемного труда, который по факту этот самый заемный труд легализует. Он некоторые ограничения вводит на его использование, и некоторые вводят ограничения для фирмы, которым занимаются. Но по факту его легализуют. Это сразу прием. А заемный труд – это бич, это очень страшная вещь. Аренда работников. Можно еще вопрос? Значит, что-то было сказано еще про объявление про союза незакона. По-моему, это было связано с Итроилом или с чем? Нет, я могу рассказать об этом. Насколько я знаю, могу заблуждаться, конечно, просто как происходит учреждение первичных. То есть просто собираются люди, протокол, то есть можно по закону регистрировать как юрлицо, а можно не регистрировать. То есть как можно ставить вопросы незаконности про союза? А вот как-то так. Я могу сказать, я конкретно говорил про случай, который был с нашей первичкой в Твери. Это был год 2007. Да, 2007. А прокуратура чем мотивировала? А вот у вас тут что-то вот… А, в этом, в регистрационных документах, как же это называется там, в уставе профсоюза записано, что территории, на которых он действует, там в Тверской области не написано. А раз не написано в Тверской области, а это членская организация как бы, значит незаконная. Вот, ну, понятно, что потом суд, причем там дальше учится оба, но подавали суд, и Лена Герасимова, которая руководитель Центра социальных прав, лично приехала там в суде выступать. Решение суда было прямо такое, что ну да, конечно, мы требовали признать незаконным решение прокуратуры и соответствующими всеми вытекающими последствиями. Решение суда было отказать в иске в связи с тем, что действия прокуратуры не нарушили ничьи права. То есть, ну да, конечно, да, законно, да. Ну, законно, да. Ну, неправильная прокуратура. Ну, я же здесь ничьи права не нарушили. Я говорю, как не нарушили? Меня уволили после этого. Как так-то? Ну и что? Ну, восстановили же первый раз. Ну, все нормально. Просто, к примеру. Там очень много таких вот всяких выкрутасов. И здесь, опять же, вопрос о отношении сил. Если единственное, на чем делается профсоюз, это бумага, то, конечно, это подкашивает все. А если профсоюзы, в общем-то, параллельны, как бы там... Причем у нас тактика сейчас какая? Мы сначала, прежде чем работодателю уведомлять, а что? Ну, сначала надо создать профсоюз. Профсоюз – это не бумага. Мы сначала создаем там группу. По факту в подполье ее там прокачиваем, обучаем, там ведут агитацию там. Это более-менее что-то такое нарастает. У нас там уже просчитана какая-то стратегия, тактика, как противодействие, в том числе там всякие итальянские забастовки. Потому что мы прекрасно знаем, как есть такое понятие – берифка от работодателя. Когда человеку заранее, который вступает в профсоюз, мы объясняем, какие могут быть для него накаты и как этому противодействовать. Человек, когда попадает в такую ситуацию, уже к этому готов, и уже у нас есть стратегия, как этому противостоять. И вот только после того, когда мы понимаем, что мы достаточно сильны, что нас сейчас не раздавят, только после этого мы уведомляем работодателя. И, кстати, еще между прочим в профсоюз может вступать, если территориальная организация, то даже протокол никого не нужно. Человек просто пишет заявление в территориальную организацию, мы потом уведомляем работодателя, что на этом предприятии работают члены профсоюза в такой первичной организации территориальной, и прошу любить и жаловать, и выборный орган вот такой-то. Значит, очень важный момент был, действительно, у работодателя много преимуществ перед работниками, в том числе по информации, которую он располагает. То есть, да, очень часто, соответственно, работодатели ссылаются на коммерческую тайну и, таким образом, быстро отшивают всех любопытных работников от разных не очень удобных вопросов. Но вот, например, Иван Милых говорит, что вообще-то за этой фразой, как правило, ничего не стоит, потому что в законе совершенно четко прописано от и до, что такое, значит, коммерческая тайна. Вот есть, значит, возможности, какие-то статьи там, или хотя бы просто... Есть, по-моему, федеральный закон о коммерческой тайне, по-моему, так и называется, кстати. Вот. Ну, на самом-то деле, нас... Вообще, это коммерческая тайна, это до тех пор, пока никто, никто не обязывает оботодателю ее хранить. То есть, это его личное решение. То есть, это просто законам дает право засекретить эти данные. Это не значит, что все там... Я бы и рад сказать, да не могу. Но нет такого. Поэтому, ну и вообще, этот вопрос решается каким образом. Ну, не хотите данные давать-то, значит, почему нас должны волновать эти проблемы, то почему тогда вот мы закатили вот такие требования, и мы их будем добиваться. А как вы их там сделаете? Не волнует. Раз не хотите давать данные. Хотим повышение зарплаты до 100 десечек. И будем добиваться. Мы будем стоять, пока вы здесь не разговариваете. Хотите вот разговаривать конструктивно, хорошо открывайте документы, будем смотреть. Пока документы не открываем, мы считаем, что у вас все хорошо. В Германии степленные двери работают сейчас? По-разному. Все зависит от, опять же, это зависит от, насколько сильные профсоюзные там предприятия, насколько все определяет соотношением сил. Это надо четко понять. Все чисто материально. Можем взять, мы берем. Не можем взять, нас посылают. Да, можно вопрос. Были ли прецеденты использования самих рабочих в борьбе с рабочими? Безусловно. И какие способы? Безусловно. Но если взять забастовку на Антолине, то там использовали штрейбрехеров для того, чтобы оказывать давление на бастующих. А внутри коллектива? Внутри коллектива. Штрейбрехеров, скажем так, не нанятых со стороны, а вот самих работников. Это безусловно так используется. Поэтому ведь для любого коллективного действия очень длительная подготовительная работа, чтобы люди в общем-то все знали, что мы хотим, как бы, знали, почему мы это делаем и знали, что вообще штрейбрехеру будет нехорошо, что это могут все и свои последствия. Вот мы прямо там фотографировали, фотографии выкладывали штрейбрехеров, на проходной специальные пикеты устанавливали такие, где там людям в этой корректной, порой не в очень корректной форме объясняли, что так поступать нехорошо, и фотографировали их, и всячески выкладывали в соцсетях, чтобы люди понимали, что у всего есть своя цена. Ну и если даже человек с другого века производит предприятие, он должен понимать, что его не просто так сюда зовут, и то, что лично для него это может обернуться какими-то непонятными проблемами. Человек идет за денег зарабатывать, не проблем себе найти. И это тоже важный фактор для того, чтобы отсечь любителей, вот там, уже в горе заработать каких-то людей. Но это опять же, это для каждого случая, каждый случай уникален, каждый случай надо вот планировать и рассчитывать отдельно, это творчество такое. Не используя там весь международный опыт, потому что он обширный, и вот с Стрейбрейкерами бороться обширно. И очень классно, когда вот на каком-то, в Явановом районе, когда все живут, вот Штрейбрейкеры должны понимать, что они станут объектом всеобщей ненависти и отчуждения, и что им это не понравится. Человек – существо социальное. Если создать вокруг него выжженное поле, то ему это будет неприятно. Если остальные будут видеть, что ждет Штрейбрейкеры, то, соответственно, как бы и они будут, это будет удерживать от подобных действий. Работодатели нас запугивают, да, но в этой игре можно играть во все стороны, как бы, в ту или иную, почему нет? Раскол движения, подкуп, там. Что-то всегда есть, всегда это по-другому. А как по-другому? Они используют все методы. Мы должны это, причем в своем планировании наших действий, мы должны это учитывать всегда. Другое дело, что если бы у него возможность было всех купить, то, ну, проще бы дешевле зарплаты повысить. Реально. Вот. Купить могут немного людей. Но другое дело, что могут купить ключевых активистов. Это самое страшное. Именно поэтому очень важна широкая демократическая структура, и поэтому очень важно поднимать и развивать всех членов профсоюзов по максимуму. Понимаете, что всем, может быть, не получится. Но чем больше людей мы развиваем, чем больше людей мы обучаем, чем больше вот этот охват, тем больше вероятность, что мы выстоим, и больше устойчивость профсоюза. Потому они разрешают зарплату публиковать. Так а кто мешает нам это в правильном порядке? Нет, ну понятно, что они будут это делать. Ну конечно. Но женщин не разрешают. И кто-то человеку не может запретить. Нет, по-моему, кто в дом позже все это написал. Нет такого. Тем более сам человек, это его право свою зарплату озвучить. Они говорят, что там есть персональные данные. Но персональные данные, это когда там и фамилия, и телефон, и что-то еще. Есть по закону персональные данные. Вот. Ну всегда, у выработателей всегда, когда им нужно, это обходят. Вообще без проблем. Поэтому, когда говорят, а, и домой рады бы, то он законно персональных данных не дает нам зарплату публиковать. Ну и так. Да, можно еще как бы немножко развить предыдущий вопрос. Править профсоюзную информацию до какой глубины это право, то есть на всю хозяйственную деятельность, и можно ли принудить фактически работодателя открыть информацию? Я скажу так. Российская ЗКД с таким написано очень хитро. Право декларировано, но уточнений в каком времени нет. То есть, это, знаете, очень забавно, как это как статьей Трудового кодекса о индексации заработной платы. Это отличная статья. Там написано, что да, зарплата должна индексироваться. Размер и порядок индексации устанавливается договорами, соглашениями, бла-бла-бла-бла-бла. Да там не прописано, да сколько. То есть, если работодатель повысил, там, 0,001%, все законно, все законно, все хорошо. Это еще забавно. Знаете, как это мы подкопались? Когда работодателем может в одностороннем порядке изменить условия Трудового договора в случае технологических изменений, там, чего-то еще, а через запятую и или иных случаев, и вот под эти иные случаи можно подогнать все, что угодно. А работнику, когда его выкатили, ему остается только либо согласиться, либо уволиться. Вот, как, собственно говоря, на все работают. Было бы еще и группы Трудового. Да. Ну, здесь собрались не столько рабочие, там, какие-то предприятия, которые хотят изнутри там что-то поднять. Я понимаю. Но все-таки мы находимся в определенной ориентации мероприятий, то есть здесь люди левых глядов, и часто возникает вопрос, как поднять предприятие ее вне. То есть, значит, вот, например, просто вот узнали, что на этом предприятии такая-то ситуация, то есть благополучная, экономическая и при этом очень плохая социальная, например, да? Ну, допустим, вот начали, как Вы говорите, раздавать какие-то прослеживые листки, там, так далее. И здесь, соответственно, два таких очень интересных вопроса. То есть, во-первых, какими знаниями нужно, должен обладать человеком, которым, например, это занимается. И второй вопрос, какими личными качествами. Я понял. Но по факту люди, которые раздают на проходной, они по факту выполняют функцию этих органайзеров, организаторов. Почему я употребляю это слово? Потому что понятие органайзера там шире, чем просто организаторы. Там, по факту, ты там на все руки мастер, ты немножко профсоюзный лидер, и ты немножко юрист, и ты немножко преподаватель, и журналист, и все-все-все-все в одном глоколе. Ну вот, но для тех, кто, собственно говоря, работает, тот, кто работает с людьми. Во-первых, у этого человека должны быть качественные формальные лидеры. Потому что, чтобы этого человека слушали, он должен как-то вот обладать вот этими вот... На самом деле, это можно и воспитать тоже. Когда человек в коллективе как-то вот тренируется, воспитывается, это, в принципе, можно сделать. Но желательно, конечно, искать людей, у которых это как-то вот уже присутствие. Ну, чтобы тебя просто слушать начали. Это тоже важно. Как ты себя ведешь? Если ты ведешь себя уверенно, ты разговариваешь нормально. То есть, это должен быть какой-то опыт. Ты должен не смотреть на работников, как на книжку «Ух ты!» Вот это вот те самые люди, которые должны изменить мир, как бы они там святые, там, можно я их потрогаю? Вот так часто бывает. А то, что знать, что это обычные люди из, собственно говоря, крови и костей, и кожи, и со своими слабостями, трусостями. Там много работает и подонков, и стукачей. И всяких там маргиналов, и нормальных, и героических людей. То есть, это обычные люди. И надо понимать, что, в общем-то, мы ничем не обязаны. Ничем не обязаны. У нас нет оснований перед ними там не везите, как-то там, не знаю, как-то, благоверно чему-то там пытаться им помочь. Наш посыл в чем заключается? Что мы все находимся в глубокой заднице, как наемные работники. И для того, чтобы это заменить, одни мы сами это не сможем сделать. Поэтому мы ищем товарищей, мы ищем, так сказать, братьев по несчастью, с которыми вместе мы можем это сделать. И поэтому мы тут, и поэтому мы это обращаемся. Почему нам важна ваше вот это вот все дело? Мы не только за вас, мы за себя тоже. За свое будущее. И, безусловно, нужно там есть целый ряд методик органайзинговых, как в том числе построение общения. Как там начинать не с профсоюза, а начинать с проблемы. То есть обсуждение проблемы, потом через профсоюзное видение к ее решению уже подходить, собственно говоря, к вопросу, что делать к организации. Там есть и некая структура общения, есть обучающие ролики и там, много чего. Вот. И листовка должна быть. Она должна быть действительно составлена правильно, то есть обе структуру иметь правильно, так, чтобы цеплял. Потому что человек не должна быть кирпичом, как-то. Нужна быть максимально разбита на какие-то блоки смыслового, максимально крупных шрифтов, максимальное количество картинных, там, визуализация какая-то. Вот. Потому что мы ничего не сможем на этом предприятии сделать, пока сами люди не хотят. Как у нас иногда там в свое время, у нас получалось почему-то больше всего на сайте ТНК что-то сделать. Нам говорят, что ж вы такие плохие, что ж вы не идете на старые советские предприятия, постсоветские, естественно. А почему мы там ничего не делаем? Ну, мы готовы делать профсоюз там, где угодно. Там есть люди, которые будут этим заниматься. Если там людей нет, то ничего не сделают. Но просто пока попадались эти люди на транснациональных корпорациях. Будут люди хоть где, хоть в колхозе, там, рассвет и вечер. Не вопрос. Нам никто никогда не сможет из нее это сделать. Никто не сможет. Ну, кстати, один из способов, например, внедрения. То есть иногда тоже люди не способы. Там много вот таких вот различных идей, как пусть немного получить информацию. Потому что для того, чтобы вы могли есть, чтобы следующую листовку какую-то выпустить более-менее, которая цепляет, мы должны обладать информацией, что там происходит. Причем информация более-менее нормальная. Чтобы действительно люди видели, что это не какая-то, что это не пишет какие-то там из другого измерения. Ребята. А должна, например, конкретная быть. То есть если мы пишем какую-то листовку, там должно быть человеку понятно, что делать здесь сейчас. Вот что делать прямо здесь сейчас? Желут друзья, ты прочитал? Ага, позвонить туда-то, поговорить с тем-то. Все, а дальше там, хоп, поговорить с десятью друзьями. Ну, к примеру я говорю. То, что не просто там капитализм плохо, а социализм хорошо и даешь революцию. Ну, здорово, как бы. Но вопрос, что дальше? Что делать здесь сейчас, непонятно. Список типовых ошибок профсоюзов, наверное, полезен и актуален. Но это не самое главное, наверное. Куда направлять людей? Которые более-менее готовы. Попадаются иногда такие люди? Ну, как профсоюз добавлять? Нет, на подготовку. Ну, вот у нас, в Конфедерации труда России, у нас, в общем-то, органайзинговый отдел по факту, не гласный, как бы есть, у нас есть несколько количество людей, которые углубленно прошли курс органайзинга, и которые практически имеют деятельность. Ну, то есть, это не просто так, там, где курс, это выстраданное. И мы, в том числе, обучающие различные программы проводим, мы готовы, там, если появляются какие-то на местах люди, готовы вот что-то делать, но всегда с радостью. В чем дальше? Вот функция органайзера, во многом, в дальнейшем, она заключается в роли инструктора такого. Мы обожглись на том, что часто на предприятиях появляются люди, которых ТЦЗ профсоюз, они еще изначально еще не знают, как делать, они совершают кучу ошибок, а эти ошибки, они бывают просто фатальными, то есть, уже ничего не сделаешь. То есть, когда, в самом начале, поформировались, делаются ошибки, потом очень сложно их исправить, потом выжили на поле, потому что люди говорят, а, знаем, мы эти независимые профсоюзы, всех уволили, это, опять не работает, и потом, в основном, пройти там несколько лет, чтобы как-то это забылось, чтобы что-то заново можно было сделать. Вот, поэтому мы по какой схеме стали действовать, когда кто-то появляется на местах, к этому человеку приставляется, грубо говоря, за него ответственный органайзер, который его там, когда нужно бьет по рукам, чтобы он там что-то не делал, и он ведет вот за руку по всем этим хуэракам, холмам и так далее, и так далее. — Да, вот, а как, на Ваш взгляд, обстоит дело с политизацией профсоюза? — Ну, политизацией, как бы сказать, политизацией сложно обстоять дело, потому что пока что дело с профсоюзом очень плохо обстоит, потому что политизация — это некий следующий уровень. Политизация требует гораздо, ну, настоящей политизации, не просто на уровне, на кухне поговорить о том, кто-то говорит, что какая команда круче играет, а кто-то говорит, какой там политик более правильный, более прогрессивный. Ведь если мы говорим о политике, если мы говорим о политизации, то надо понимать, что настоящая политика — это возможность влиять на ситуацию вокруг. Это не просто вот игры в определенные там, по определенным правилам в определенные спектакли. Это возможность реально влиять на окружающий мир. В какой-то степени на уровне предприятия вот даже просто вот борьба за коллективный договор — это элемент политизации, потому что мы по факту боремся на предприятии за частичку власти. Работатель нам не хочет давать, а мы его берем, потому что мы тут в власти. И вот эта практика, вот это понимание, что таким способом можно изменять ситуацию не только на предприятии, а изменять ситуацию вообще в обществе, осознание своих интересов, их формулирование в движении в качестве какой-то программы, это все звенья одной цепи, и это сложно. Пока что, к сожалению, безусловно, те профсоюзные активисты, которые достаточно продвинутые, и хочешь, не хочешь, они вынуждены туда приходить, ты никуда не денешься. Потому что ты, когда ты этим серьезно занимаешься, ты видишь, что другого пути нет, что решение твоих проблем имеет некую границу, через которую в рамках процентов ты не допрыгнешь. Но пока что сложно. Но пока сложно, я уже говорю, какое состояние рабочего класса, такое состояние, создается там, такие профсоюзы, поэтому пока что очень малочисленные, знаете, если так смотреть, то первые какие-то ростки, первые такие, что-то пытаемся делать, какие-то ошибки совершаем, где-то там, перерождение происходит, где-то там, что-то хорошее. И нарабатывается опыт, нарабатывается кадровый состав. Несколько лет не было вообще людей, которые у нас там, лет 10 назад вообще, кто вообще как бы органайзерами занимался. То есть тенденция на разрастание. Ну, конечно. Пока что, что-то скорее качество, которое должно потом в количестве перепутать. Потому что вот сейчас накапливается некий кадровый состав, видение, там, нестопки, я смотрю, как мы писали там 10 лет, ну, даже 5 лет назад, и даже сейчас. Ну, вообще с политизацией, вот, ну, пока сложно. Здравствуй. А вот, чтобы было сказано, что раньше не было людей, соответственно, у нас практически, которые занимались органайзингом там. То есть осознание-то, в принципе, есть, потому что нужно учиться именно органайзингом, в первую очередь. И вот с этим связано понятие тактики выжения Земли. По-моему, это такое есть понятие, да? Что ты имеешь в виду? Но мы о чем говорим, выжженная Земля? Когда профсоюзные активисты дуру накосячили, создавая профсоюз, то после этого, на это предприятие, на долгое время выжженная Земля. Потому что люди, они же видят негативный опыт. У них есть негативный пример, у них есть приивка от профсоюза. Они видят, что вот если так делать, то не получится. Ну, тем более, что люди, они же там не вникают в эти подробности. Они не вникают, почему это не получилось. Они видят, вот, для них ассоциация профсоюз, плохо. Все. И дальше им сложно что-то объяснить. Поэтому, да. У нас, я помню, в Амбра, тогда еще, когда еще в Амбра, когда я был, у нас первая волна, как в профсоюзе, как в Форде, прогремели эти забастовки. Ну, с Форда, ладно, их там, они в Бразилию ездили, не учились, там их нормально. Но вот организовать на тот момент вот это вот сопровождение всех появляющих новых первичек, ну, не получилось. Ну, не было, может, осознания, там, множе чего. А люди, вдохновляя доктором Форда, начали там массу создавать первички, там, из трех, из десяти людей, и тоже вот, и, а действовать, вот, все, как я говорил, там, написать бумагу, там, берет, на свое время, на сайте защиты труда, очень забавно было, там была инструкция, как создать профсоюз. Берется там три человека, проводит собрание, пишет протокол. То есть, вот, как создать профсоюз. Ну, а в результате у нас вот что получалось? То есть, у нас получалось, там, наверное, десятка-полтора первичек, которые вот так вот, флаг подняли и их раздавили. И вот у нас был вымпел, там, мы сделали какое-то, ну, там, какое торжественное, и на обратной стороне были названия первичек. Потом мы шутили, что это такая огромная плита. Там огромное количество вот этих раздавных первичек. Поэтому мы поняли, что так делать не нужно, и что пора это прекращать. Лучше у нас пусть не получится там создать профсоюз, чем раздром. Раздром хуже, чем не создание. То есть, прежде чем бумагу писать, надо подготовить на работу. Прежде чем бумагу писать, надо организацию сначала там создать, прежде чем потом работодателю это все нести. Кстати, где сейчас существует защита труда? Она сейчас в составе КТР. А, понятно. Но таких более-менее, я не знаю, в Астрахани, может, более-менее что-то живое есть. Алик Шейн, да? Да. Он там же сопредседатель. Он сейчас новый депутат. Ой, да. И он в конфедерации тоже там, с член Совета. Он вчера я с вами обливаем. Член Совета КТР. В общем, спасибо. На последнее вопрос. Значит... Конфедерации говорят крайний. Значит, Если, допустим, у нас есть уже такой неформальный лидер, который изучил органайзинг, то есть принципы, как это все организовывать и так далее, то есть умеет завязывать отношения, соответственно, необходимые, может мотивировать людей, то есть все, в принципе, хорошо, но при этом он не имеет достаточной юридической грамотности. И вот, допустим, кто-то к нему подходит, рабочий, например, да, и все хорошо, он на все вопрос отвечает, а вот какой-то простой вопрос задает ему по трудовому законодательству, а тот не может ответить. Ну, я грубо говорю, просто я к тому, что все-таки, как ни крути, очень важно, получается, знать статьи Трудового кодекса и так далее, всего, что касается трудовых прав. И здесь может в разных организациях разный подход к решению этой проблемы. Либо вот какие-то, например, организации могут нанимать профессионального юриста, одного, допустим, да, и все будут пересылать людей на него. Другие организации в теории могут организовать какое-то, как сказать, коллективное обучение или как-то что-то вроде этого. И что касается левых, то есть, соответственно, аудитория у нас сейчас какая-то, здесь вариант с нами профессионалов не очень предпочтительный, но и нас интересовал бы, наверное, скорее второй вариант. И вот, соответственно, вопрос, вы как состоитель профсоюза, профсоюза объединения, как у вас решается эта проблема и можно ли вообще поставить обучение на поток? Я понял. Какими способами? Но вообще, если профсоюзный активист более-менее долго занимается, да даже не то, что как только начинается заниматься, к правилу, базовые статьи трудового кодекса, которые касаются всех, выучатся очень быстро. Практика заставляет суд сразу. Я, хотя не занимался и юридическое образование не имею, как бы, но в время, я вынужден даже выступать в качестве представитель интереса в суде несколько раз и даже несколько раз выигрывать дела по восстановлению. Но тут нужна просто логику прокачивающую. Но вообще у нас как делается? У нас какие-то базовые знания на практическом уровне у ключевых активистов есть, но всегда есть юрист-специалист, которые в случае чего развернутую давать рекомендацию, которые в суде если что выступать, писать всякие эти реги, правильные памятки и все остальное. Во-первых, понятно, что памятник. У нас для вступающих на профсоюз есть памятник, где вкратце рассказывается за что могут уволить, за что не волить, как там совместительные вести, как поступать в тех или иных ключевых моментах, как там если начинать давление, то есть вот такие первоначальные прививки, и любой человек может это дело прочитать. С другой стороны, в всех сложных ситуациях вот телефон юриста. Содержать юриста, если люди нормально замотивированы, если имеют ученская база, то есть если мы выступаем в качестве армии спасения, когда хотим благодетельствовать весь мир за свой счет, конечно, это не работает. Когда люди участвуют в этом деле, тут проблем нет. в колоде, в фольксваген когда взносы собирал, там 500 тысяч в месяц было. Большая организация была, 500 тысяч в месяц после взносов. Это сколько членов там было? Сейчас тебе скажу, около 2000 было. Но я не только в фольксваген, там вот регион, около 2000 было. 500 тысяч в месяц. То есть все возможно, мы можем даже ресурс материальный собрать, если за счет массовости. И это надо объяснять, почему важно вступать, почему можно взносы взносить. Потому что я знаю некоторых товарищей в Москве, которые говорят, давайте мы вас спасем, будем там ходить с жалобами во всякие органы. Мы вас спасем, мы никогда не будем думать о всяких этих деньгадингах и прочих всяких меркантильных штуках. А потом бегают по всей конфедерации и говорят дайте денег срочно на забастовку. Есть еще вопросы? Можно немножко перебрать. Давайте подвод, много человек еще не задавал. Не будем заканчивать. Вопрос, получается, вы говорили про маленькие организации, где они могут собраться просто каким-то небольшим коллективом, пойти к директору, договориться, и все будет нормально. То есть директор пойдет на уступки. А если возникают именно единичные случаи, как раз к слову тоже о том, что вы говорили, что один человек без помощи. И получается, если возникают единичные случаи и коллектив особо не заинтересован в том, чтобы помочь тебе разобраться в этих проблемах с руководством за нарушение каких-то моментов, то как бы здесь как стоит действовать просто все, отпустить это и не стараться ничего делать, потому что всех-то это устраивает. То есть если грубо говоря 10 человек из коллектива это все устраивает, а вот двоих это не устраивает. А это маленькая какой-то, частник какой-то условно. То есть с частниками как работаете именно в таких индивидуальных случаях. я понял. Но здесь опять же вопрос творческий. Во-первых, я ведь что говорю, когда прийти разбираться с работодатами? Я говорил собираться не только работникам этого коллектива, а членам профсоюза. Знаете, есть какая-то палатка работает, две работницы какие-нибудь, но они члены профсоюза, в профсоюзе стоит тысяча человек. Клич кинули, 50 человек пришло. Просто в качестве примера нас мы пытались создать профсоюз на Peugeot Сеперайон и Субисиот и создали в конце концов. У нас там были свои люди, они пока еще не были организованы, но мы, чтобы вести информационную работу с людьми, на проходной раздавали литературу. И руководство поставило задачу службы безопасности, чтобы они нас били. Французский менеджмент, цивилизованный, поставили задачу, чтобы нас там били. На самом предприятии не было людей, которые могли открыто как-то против этого быстро и так далее. Мы просто собрались с региональной организацией порядка 15 человек, таких самых суровых, приехали, толпой, на 4-х машинах и все. И с тех пор мы могли любым числом прийти и раздавать листовки, ни к другим слову даже не говорим. Охранники даже не высовывались за периметр. Решаются проблемы, люди в принципе то же самое. Вопрос, конечно, да. Конечно, профсоюз в первую очередь удается для того, что решать общих проблем. Но когда профсоюз на первом этапе начинается все с решения общих проблем. Мы людей мобилизуем под решением общих проблем. И проблема первая, которую мы выбираем для своей компании мобилизации, она должна касаться как можно большего количества людей. Это, кстати, там тоже есть методики, как строить компанию, как выбирать цели, и так далее, целая область. Но когда в процессе развития профсоюза, когда уровень солидарности достигает нужного уровня, то можно решать частную проблему. Люди будут понимать, что сегодня это коснулось тебя, а завтра коснется их. Но это не сразу. Для первого этапа, конечно, сложно. Для первого этапа может быть вариант, когда два человека есть, но они члены профсоюза. Пришли со стороны ребята и сказали «Сейчас мы их укатаем». С Бара, например, проблема была у всех около 2000 работников этой сети. Около 2000 работников, которые не платили заработную плату. Из них что-то делать захотели только 40 человек. 150 вступили, 40 человек что-то делали. Но удалось же укатать. И в результате эти 150 человек получили часть денег. Конечно, черную часть не получили, но хотя бы белую. По 100 по 150 тысяч получили. Остальные нет. Как вариант тоже. Потому что им помогали в этом плане профсоюз в целом. Как-то так. Надо смотреть как каждый конкретный случай. Если бывают такие ситуации, особенно в Москве и касательно участников получается так, что люди приходят и говорят что-то не нравится им. Но им говорят «Ну просто увольняйся». Это Москва и Московская область текучка огромная. А работодатели всегда так говорят. Ну да. И то есть к кому обращаться в первую очередь, так скажем, если человек не член профсоюза. То есть он просто вот такая ситуация. То есть человек просто на него оказалось какое-то частицное предприятие, оказалось на него какое-то давление. То есть либо несоблюдение норм еще чего-то подобного. и как человеку одному куда-то пойти обратиться. Я объясню. Я понял твой вопрос. У нас, например, вода вопрочек. У нас территориальная организация. То есть принцип территориальной организации какой? То есть там не привязан конкретно какой-то. Любой человек может прийти к нему. И он получается становится частью этого коллектива и в том числе пользуется вот этими разработками коллективного разума. как минимум посоветовать или как минимум юристам в этом плане поможет. Это как минимум уже работает. Это, конечно, элемент сервиса в какой-то степени. На первом этапе ну вот тот человек вот если случает что-то где-то он тоже там должен как бы идти за профсоюзом как уговоря лица. То есть тогда провести какое-то мероприятие. Если свободен, то должен прийти и действовать. Ну и профсоюз соответственно. Потому что когда человек неграмотный когда за спиной ничего нету то ему страшно как бы он там боится сделать ошибку он не пойдет на конкурент никогда. Он не будет там говорить. Ему скажут пиши заявление по собственным желаниям. Как правило не увольняют. Люди пишут по собственным желаниям. Если ему скажут не будет писать. И уже проблема. Насчет того что не нравится что-то увольнять ну мы должны вообще эту логику ломать. Извините. Это предприятие которое живет на счет пилотовы дарма. Я это предприятие в общем спонсировал вы оборудованы за счет меня покупали все это время. Вот. И мне не нравится но чтобы изменить эту лучшую сторону. Я имею к этому предъявить такое же отношение как и вы. И если мне не нравится я хочу это изменить здесь и сейчас. Вот в чем логик. Давайте на этой активистической доте закончим уже за 20 минут. Спасибо.